Цивилизация И проявился с такой жестокостью, что некоторые ученые искали объяснения во внезапном катаклизме, проявившемся, возможно, в эпидемии чумы или изменении климата до такой степени, что сразу и кардинальным образом сократилась и без того небольшая пахотная территория на Балканах и склонах Эгейского побережья. Какой бы ни была причина, последствия случившегося можно наблюдать в отказе людей от изящества и высокого мастерства. Прекратилась обработка твердых самоцветов, роспись фресок и изготовление тонких гончарных изделий. Культурная преемственность от пожилых к молодым могла существовать только в виде изустно передаваемых песен, мифов и религиозных представлений. Это тревожное время, очень скупо, смутно и неточно, отражено в поэтических балладах, позже записанных как легенды в Илиаде и Одиссея. Они включают сюжеты, передававшиеся на протяжении нескольких поколений, в форме сказаний, происхождение которых лежит в традиции, практически современной событиям, излагаемым в них, хотя позже их приписали одному поэту Гомеру. Как раз с тем, о чем сложены эти сказания, труднее всего согласиться. Последнее время отмечается единодушие в том, что речь не может идти о мекенских временах, тем более о том, что происходило сразу после них. Центральный эпизод Илиады с описанием штурма Трои не имеет ничего общего с реальностью, хотя в самом произведении автор мог рассказать о реальных действиях ахейцев по силовому урегулированию обстановки в Малой Азии. Верить остается разве что скудную социальную и концептуальную информацию, содержащуюся в этом поэтическом произведении. Хотя Гомер передает впечатление о некоторой особой исключительности, признанной за мекенским царем, речь идет о постмекенском бассейне Эгейского моря VIII века до н.э., когда по прошествии темных веков начинается возрождение. Перед нами предстает общество, возглавляемое военачальниками-варварами, а не правителями, распоряжающимися регулярными армиями или контролирующими бюрократию, как монархии Азии. Гомеровские цари выглядят величайшими среди крупной знати главами знатных семей. Их признанная власть умеряется действительной властью практически равных им подданных и измеряется способностью навязать им свою волю. Их жизнь представляется беспокойной и обременительной. В этих стихах лишь урывками освещается первобытное общество, все еще пребывающее в расстройстве, возможно уже стабилизирующееся, но не настолько передовое, каким были мекены, и даже смутно не предвещающее того, чем предстоит стать Грецией. Новой цивилизации, которой суждено в конечном счете явиться из вековечной неразберихи, во многом помогло возобновление отношений с Востоком. Весьма важным представляется тот факт, что эллины, под этим названием захватчиков Греции стали отличать от их предшественников, расселились на островах и на азиатском материке. Они обеспечили множество точек соприкосновения культур двух разных миров. Но не только они одни служили поддержанию связи между Азией и Европой. Семена цивилизации постоянно переносили с места на место посредники всемирной истории в лице великих торговых народов. Одному из них, принадлежащему еще одной группе мореходов, досталась долгая и беспокойная судьба, хотя не такая долгая, как гласит легенда об этом народе. Финикийцы утверждали, будто они прибыли в город Тир около 2700 года до н.э. К данному утверждению можно относиться точно так же, как к происхождению царей-дорийцев от Геракла. Как бы то ни было, но в XX веке до н.э. они уже обосновались на побережье современного Ливана, а египтяне начали получать от них деловую древесину кедра. Финикийцы принадлежали к семье семитских народов. По примеру арабов Красного моря, они занялись мореходством, потому что географически им было выгоднее осваивать морские просторы, чем материковое бездорожье. В конце концов, они обжили узкую прибрежную полосу, служившую историческим каналом общения между Африкой и Азией. Позади них находилось нищее захолустье земледельческих районов, изрезанное холмами, сбегающими с гор до моря, таким образом, что объединить прибрежные районы не получалось. Существовали параллели с судьбой более поздних греческих государств, тяготевших к морю при сходных обстоятельствах, и в каждом случае у их правителей получалась не просто торговля, но и колонизация. При слабости в военном отношении финикийцев, находились поочередно под властью иудеев, египтян и хетов, не может быть полностью случайным то, что они появляются из исторической тени только после окончания великих дней Египта, Микен и Хетской империи. К тому же их процветание наступало в условиях ослабления и других народов. Как раз после X века до н.э., когда великая эпоха Минойской торговли ушла в небытие, наступает золотой век финикийских городов Библоса, Тира и Сидона. Их тогдашнее значение находим в библейском тексте об участии финикийца в строительстве храма Соломона. «И я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, — говорит Соломон, — что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Третья книга царств, глава пятая, стих шестой. Древние летописцы часто обращали внимание на репутацию финикийцев как торговцев и колонистов. Они были первыми мореходами, рискнувшими выйти из Средиземноморья в Атлантику. Для осуществления торговли вдоль побережий, обладавшие навыками мореплавания на дальнее расстояние, они могли позволить себе предпринять экспедиции, о которых представители других народов не решались даже мечтать. Они, к тому же, располагали пользующимися спросом товарами на продажу, поэтому им приходилось развивать навыки, необходимые для торговли с доставкой товаров на дальнее расстояние. Их краски издавна пользовались широкой известностью, к тому же финикийцы поставляли на внешний рынок текстиль, древесину, стекло и рабов. Несомненно, торговые запросы стимулировали изобретательность финикийцев. Как раз в Библосе, от названия которого греки могли позаимствовать слово для обозначения названия книги, придумали алфавит, позже адаптированный греками. Так совершен был Великий Шаг, благодаря которому появилась возможность более широкого распространения грамоты. Однако никакой яркой финикийской литературы до наших дней не дошло. Хотя в финикийском искусстве прослеживается тенденция к отображению роли этого народа, как посредника заимствовавшего и копировавшего азиатские и египетские творческие образцы, предположительно ради удовлетворения потребностей своих клиентов. Главным делом финикийцев считалась торговля, и сначала для ее ведения заморских поселений не требовалось. Потом все больше их представителей стало появляться в поселениях или факториях, иногда открывавшихся там, где еще до них торговлей занимались микенцы. Самые удаленные фактории находились по ту сторону входа в Средиземное море, где на территории Кадиса и Могадора, современного Эс-Сувейра в Марокко, финикийцы основали Гадир, через который можно было налаживать торговлю из Средиземноморья в Атлантику, а также обеспечивать поставки серебра и олова. В результате на побережье Средиземного моря появилось приблизительно 25 таких портов, первый из которых открыли на Кипре в Китионе, современная Ларнака, в конце IX века до н.э. Иногда поселения финикийцев образовывались на местах прежних финикийских факторий, например, на Сицилии. Эти колонии могли появиться в период обострения проблем, свалившихся на финикийские города государства, после утраты самостоятельности в начале I тысячелетия. Сидон сравняли с землей в VII веке, а дочерей царя Тира отправили в горе массирийского владыки Ашурбанипала. После этого от финикийи остались только ее поселения, разбросанные по Средиземноморью и сохранившиеся кое-где еще. Однако их учреждение, к тому же, может служить отражением беспокойства финикийцев по поводу некой волны греческой колонизации на Западе, угрожавшей срывом поставок металлов, в частности британского олова и испанского серебра. Таким опасением можно объяснить основание финикийцами веком раньше города Карфагена. Ему предназначалась роль престола власти, причем гораздо более внушительной, чем власть в Тире и Сидоне за все времена, и продолжилось учреждение собственной финикийской череды поселений. Финикия продолжала существовать еще очень долго после ее формального сокрушения. Финикийцы вошли в историю в качестве одних из главных распространителей своей цивилизации, но волей-неволей наряду с ними следует назвать других. Микенцев за их вклад в распространение культуры, и эллинов за побуждение к движению этнического мира бассейна Эгейского моря. Роль критян еще более велика. Настоящие творцы, они не просто заимствовали достижения великих устоявшихся центров культуры, а переиначивали эти заимствования, а потом давали им вторую жизнь. Эти народы способствовали стремительным переменам мира. Одним важным побочным эффектом, о котором пока говорилось очень мало, следует назвать побуждение к развитию народов континентальной Европы. В поиске полезных ископаемых, искатели и старатели медленно продвигались все глубже в неизведанное пространство Европы. Уже во втором тысячелетии появляются первые признаки сложного будущего континента. Бусинки, найденные в Микенах, изготовили в Британии из Балтийского янтаря. Торговля всегда медленно приносила плоды, но они были весомы. Ничего не оставалось от уединения, менялись отношения одних народов с другими, придавая миру в целом новые очертания. Но не станем связывать это с перемешиванием содержимого этнического котла бассейна Эгейского моря и оставим в покое бурную историю азиатского материка, исчислявшуюся со второго тысячелетия до нашей эры. На протяжении около 800 лет, приблизительно после окончания времени Кносса, история Ближнего Востока действительно выглядит очень запутанной, если взглянуть на нее во всемирном масштабе. В это время продолжались споры по поводу распоряжения растущим богатством предельно точно определившегося земледельческого района Древнего мира. Появлявшиеся и пропадавшие империи не могли найти ресурсы в пустынных и степных районах на границах Ближнего Востока, обусловливающие их покорение, и в судьбе этих империй трудно найти какую-либо непрерывную нить. Захватчики стремительно сменяли друг друга, некоторые из них оставляли после себя новые общины, другие создавали новое учреждение взамен утраченных. Такие быстрые перемены едва ли осознавались участниками этих случайно и неожиданно происходивших событий, когда, например, сжигали их дома, насиловали жены дочерей, сыновей уводили в рабство, или когда все случалось без такого кровавого драматизма, и они обнаруживали, что новый губернатор назначает повышенные поборы на материковой части, неприкаянные народы забредали в области, где имелись сложившиеся центры управления и проживания, действенные и испытанные временем политические структуры, а также многочисленные иерархии специалистов в сфере администрации, религии и науки. Поэтому с приходом новых народов стиралось не так много из ранее достигнутого, как это случилось в бассейне Эгейского моря. Другим усмирявшим фактором служил контакт, который многие варвары уже наладили с представителями цивилизации в этом регионе. Пришельцам хотелось не разрушать цивилизацию, а самим пользоваться ее плодами. В силу этих двух факторов, в конечном счете, случилось распространение цивилизации вширь и вглубь, а также укрепление тенденции космополитизма на протяженном и сложном, но цивилизованном и взаимосвязанном Ближнем Востоке. История начинается в глубокой древности, где-то ближе к началу XX века до нашей эры, с момента вторжения хеттов на территорию Малой Азии. Они представляли собой новый вид людей на Ближнем Востоке, то есть индоевропейцев, прибывавших из западной евразийской степи, отличавшихся языком и культурой. Но они были далеко не примитивными варварами, у них имелась правовая система, и они впитали многое из того, что мог дать Вавилон. Хетты пользовались фактической монополией на железо в Азии. Такая монополия играла большую роль не только в земледелии, но и наряду с их мастерством в фортификации и изготовлении боевых колесниц, давала хеттам военное превосходство, ставшее бедствием для Египта и Месопотамии. Набег, в результате которого потерпел поражение Вавилон около 1590 года до н.э., стал высшим достижением Первой Хеттской империи. Затем наступил черед заката и забвения. Позже, уже в первой половине XIV века, пришло время возрождения хеттской власти. При этой второй, еще более великолепной эпохе, случилось так, что господство хеттов простерлось от берегов Средиземного моря до Персидского залива. Они доминировали над всем плодородным полумесяцем, кроме Египта, и успешно бросали вызов даже этой великой военной державе, одновременно практически непрерывно находясь в состоянии войны с микенцами. Но, как все остальные империи, она рухнула приблизительно через сто лет, ее конец наступил около 1200 года до нашей эры. Просматривается близость по времени, которую кое-кто считает слишком явной, чтобы говорить о каком-либо совпадении между крахом хеттской державы и набегами так называемых народов моря, описанными в египетских летописях. Конкретными победителями хеттов были люди из Фракии, называвшиеся фригийцами, и принадлежали они к еще одной индоевропейской группе племен, которая позже окажет значительное влияние на греческую культуру. Еще одним показателем великого перемещения человеческих масс в данную эпоху следует назвать переселение так называемых народов моря, оснащенные железным вооружением с начала XII века до нашей эры, они совершали набеги на материковую часть Средиземноморского бассейна и разоряли города сирийцев и левантийцев. Некоторые из них могли быть так называемыми беженцами из микенских городов, перебравшимися сначала на архипелаг Додеканес, а затем на остров Кипр. Одна их группа, филистимляне, осели в Ханаане около 1175 года до нашей эры, и напоминанием о них служит современное название Палестины, образованное от имени данного племени, но главными жертвами так называемых народов моря стали египтяне. Наподобие викингов северных морей, две тысячи лет спустя пребывавшие морем захватчики и налетчики снова и снова высаживались в дельте Нила, не смущаясь эпизодическими поражениями, однажды даже отобрав контроль над этой территорией у фараона. Египет переживал напряженное время. В начале 11 века до нашей эры он распался на две части, на которые претендовали правители двух царств. Так называемые народы моря были не единственными врагами. Однажды в дельте Нила появился Ливийский флот, но набег его пехоты египтяне смогли отразить. Ситуация у нубийской границы на юге все еще оставалась спокойной. Но около тысячного года до нашей эры на территории Судана появилось самостоятельное царство, позже доставлявшее большие неприятности соседям. Приливная волна варварских народов смывала на своем пути старые структуры Ближнего Востока точно так же, как сгубила Микенскую Грецию. События развивались настолько стремительно и непредсказуемо, что всем стало ясно. Наступила эпоха слишком сложная и туманная для прямолинейного изложения ее сути. К счастью, очень скоро появляются две путеводные нити сквозь этот сумбур. Одна из них снова выводит нас на уже избитую тему, касающуюся продолжения месопотамской традиции, вступившей в последнюю фазу. Вторая представляется достаточно новой. Все начинается с события, точное время которого установить не удается, зато нам известно о нем только лишь через традицию, описанную несколько веков спустя, но оно могло случиться во времена испытаний, выпавших на долю египтян по вине так называемых народов моря. Как бы и когда это событие не случилось, но поворотный момент в мировой истории приходится на исход из Египта народа, который египтяне назвали иудеями, а позже во всем мире стали называть евреями. Для многих на протяжении долгих веков история человечества до появления христианства была историей евреев и того, что они излагали в виде истории других народов. Обе эти истории записаны в книгах под названием «Ветхый завет», служащих священными писаниями еврейского народа, впоследствии распространенными по всему миру на многих языках, заботами христианских миссионеров и изобретателями печатного станка. Евреи стали первым народом, достигшим отвлеченного понятия Бога и запретившим изображение его лика. Ни один народ не оказал великого исторического воздействия, располагая таким относительно незначительным происхождением и ресурсами. Причем его происхождение представляется на самом деле столь незначительным, что сомнения в нем не развеяны до сих пор. Происхождение евреев прослеживается среди семитских кочевых племен Аравии, доисторическое и историческое стремление которых состояло в проникновении в земли побогаче плодородного полумесяца, расположенного ближе всего к их изначальной родине. Первая стадия их существования, в которой просматривается история евреев, представляется в виде эпохи патриархов, традиции которых воплощены в библейских сюжетах, посвященных Аврааму, Исааку и Якову. О серьезных основаниях для отрицания фактического существования мужчин, от которых пошли эти гигантские и легендарные фигуры, говорить не приходится. И если они существовали на самом деле, то было это приблизительно в 1800 году до нашей эры, а их судьба связана с неразберихой, наступившей после разрушения Ура. В Библии говорится, что Авраам пришел из Ура в Ханаан. С этим утверждением вполне можно согласиться, так как оно не вступает в противоречие с тем, что мы знаем о расселении аморитов и других племен, случившимся следующие четыреста лет. Те из них, кого запомнили как потомков Авраама, в конечном счете получили известность как Иудеи, значение этого слова «странник», которое не появляется в египетских письмах и надписях раньше XIV или XIII века до нашей эры. А ведь к тому времени недавно осели в Ханаане. Именно как жители Ханаана, народ Авраама впервые упоминается в Библии, они предстают перед нами в образе овцеводов, организованных по родоплеменному признаку, неуживчивых в общении с соседями и родственниками, когда дело касалось дележа колодцев и выпасов для скота, все еще склонных к продолжению скитаний по Ближнему Востоку из-за засухи и голода. Одна из их групп, как нас уверяют, могла отправиться в Египет в начале XVII века до нашей эры. В Библии она появляется как семья Иакова. По мере изложения сюжета в Ветхом Завете мы узнаем о великом сыне Иакова Иосифе, поднявшемся до больших высот на фараоновой службе. В этом месте мы могли бы надеяться на помощь египетских летописей. Появляется предположение о том, что это произошло во время господства гиксосов, так как только периодом больших пертрубаций можно объяснить невероятное возвышение в египетской бюрократии и народца. Именно так все могло и быть, только вот никаких доказательств подтверждения или опровержения библейской легенды не существует. Нам до всех этих сомнений дела нет, и интереса они для кого они не представляют, кроме разве что для дипломированных ученых. Зато большой интерес вызывают события, произошедшие одну тысячу-три тысячи лет спустя. Тогда судьбы целого мира зависели от христианской и исламской цивилизаций, корни которых лежат в духовной традиции крошечного, с трудом заметного семитского племени на протяжении веков едва различимого правителями великих империй Месопотамии и Египта на фоне многочисленных точно таких же непрекаянных переселенцев. Так уж случилось, что иудеи так или иначе пришли к единственному в своем роде духовному прозрению. Во всем мире древнего Ближнего Востока просматривается функционирование сил самим своим существованием, способствующих прибавлению привлекательности монотеистическим вероисповеданиям. Власть местных божеств можно было подвергнуть сомнению после размышлений о причинах мощных восстаний и стихийных бедствий, снова и снова проносившихся по региону вслед закрушениям Первой Вавилонской империи. Религиозное нововведение Эхнатона и растущая напористость культа Мардука выглядели ответами на подобные вызовы обществу. При этом одни только иудеи, и те, кто дошел до того, чтобы разделить их верование, смогли довести дело до некоторого момента перед наступлением VII века до нашей эры, когда многобожие и местничество уступили место последовательному и бескомпромиссному единобожию. На первой стадии очищения возобладало предположение о том, что народ Израиля, так стали называть потомков Иакова, пользовался исключительным покровительством племенного божества, бога-ревнителя Яхве, который заключил договор с избранным своим народом, пообещав вернуть его в землю обетованную, то есть Ханаан, куда Яхве уже привел Авраама из Ура. И эта земля, обетованная вплоть до наших дней, остается центром этнического притяжения евреев. Выполнение такого обещания стало для евреев идеей фикс. Народу Израиля пообещали, что за любым его деянием последует нечто, о чем он мечтает. Такая трактовка радикально отличалась от всего, что витало в духовной атмосфере Месопотамии или Египта. По мере развития древнееврейской религии, Яхве приобретал образ трансцендентного, непознаваемого божества. Господь в храме Своем святом. Престол Господень на небесах, говорится в псалме. Он создал все сущее, но сам существовал независимо от всего им содеянного в качестве вездесущего духа. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» – вопрошает псаломщик. К тому же еврейскую традицию от Месопотамской отличала созидательная сила Яхве. Он представлялся народу Израиля тем, что позже описали в христианском вероучении, создателем всех вещей, кем все вещи созданы. Кроме того, он создал человека по своему образцу и подобию, причем как сподвижника, а не раба. Человек послужил высшим пунктом и откровением его созидательной силы, существом, способным отличить добро от зла, точно так же, как сам Яхве. Наконец, человека пригласили в нравственный мир, образованный собственной природой Яхве. Только он был носителем справедливости. Выдуманные человеком законы могли отражать его волю, а могли и не отражать. Но только Господь единолично выступал в роли Творца «Право и справедливости». При том, что библейское предание нельзя воспринимать буквально, к нему следует относиться с должным почтением как к нашему единственному свидетельству большой части еврейской истории. В нем содержится многое из того, что может относиться к уже точно известному нам или предполагаться по другим источникам. Археология приходит на помощь историкам только с переселением иудеев в Ханаан. Повесть о завоевании, изложенная в книге Иисуса Навина, подтверждается свидетельствами разрушения ханаинитянских городов в XIII веке до н.э. Наши знания в ханаинитянской культуре и религии также соответствуют рассказу в Библии о еврейской борьбе против местной обрядовой практики и вездесущего многобожия на Палестину на протяжении XII века, претендовали носители двух религиозных воззрений и два народа. И этот факт, разумеется, снова служит иллюстрацией краха египетской власти, так как такую важную область не могли оставить в распоряжении мелких семитских народов, если бы власть монарха оставалась непререкаемой. Теперь представляется вполне вероятным, что иудеи привлекли на свою сторону другие кочевые племена, ставшие пробным камнем союза на основе приверженности Яхве. После перехода на оседлый образ жизни, хотя между этими племенами возникали ссоры, они продолжали поклоняться Яхве. И это поклонение в течение некоторого времени служило единственной объединяющей их силой, так как единственный политический атрибут Израиля создало деление его на племена. С возникновением в какой-то момент, около тысячного года до нашей эры, иудейской монархии появляется принципиально новый властный атрибут в виде официальных пророков. Пророк Самуил помазал на престол, фактически назначил, первого царя Израиля Саула и его преемника Давида. В период правления Саула, читаем мы в Библии, железного оружия у Израиля не было, так как филистимляне позаботились о том, чтобы не подвергать риску свое превосходство допущениям иудеев к обладанию таким средством ведения войны. Как бы то ни было, евреи научились пользоваться железом у своих врагов. Корни слов «нож» и «шлем» позаимствованы из языка «филистимлян». Плужный лемех из железа еще не придумали, но если бы эти орудия труда появились, их вполне могли перековать на мечи. Дело Саула унаследовал и завершил Давид. Из всех персонажей Ветхого Завета Давид представляется исключительно правдоподобным в силу приписанных ему достоинств и недостатков. В отсутствии археологических доказательств его реального существования, Давид числится одним из виднейших героев мировой литературы, который на протяжении двух тысячелетий служил примером для подражания всем монархам. Тем не менее, как раз сын и преемник Давида по имени Соломон оказался первым царем Израиля, заслужившим заметное международное признание. Он оснастил свое войско боевыми колесницами, предпринял экспедиции на юг против Идумеев, заключил союз с Финикией и построил военный флот. Последовал период завоеваний и народного процветания. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Версавии, во все дни Соломона. Третья книга царств, глава четвертая, стихи двадцать первый, двадцать пятый. Царь Соломон пользовался возможностями, доступными слабому, когда великие находились в состоянии упадка. Достижения Израиля при Соломоне служат очередным подтверждением упадка империй постарше, причем не меньшие успехи принадлежали таким теперь уже преданным забвению народам Сирии и Леванта, составлявшим политический мир, описанный в туманных сражениях, значащихся Ветхом Завете, племенная религия успешно устояла перед изначальными угрозами засорения обрядами в честь плодородия и многобожием земледельцев, среди которых уйдеи осели в Ханаане. В конечном счете, Израиль останется в памяти народов не в силу великих свершений его царей, а благодаря нравственным правилам, провозглашенным его пророками. Они сформулировали связи религии с нравственностью, которые должны ставиться превыше всего не только в иудаизме, но также в христианстве и исламе. Эти пророки развили культ Яхве в поклонение единственному Богу, справедливому и милосердному, непреклонному в наказании и греха, но готовому принять с распростертыми объятиями раскаявшегося грешника. Речь идет о кульминационном моменте в духовной культуре на Ближнем Востоке, точке, после которой религия больше не ограничивалась конкретной территорией или племенем. Иудейские пророки, к тому же, со всей непримиримостью выступили за ликвидацию социальной несправедливости. Амос, Исаия и Иеремия, ради этой цели, втайне от привилегированной касты духовенства, обратились непосредственно к народу с осуждением бюрократического аппарата жрецов. Они объявили, что в глазах Бога все люди равны, что цари не имеют права делать все, что им заблагорассудится. Они объявили моральный кодекс, который назвали данностью неподвластной человеку. Ассирийцы стерли Израиль с лица земли в 722 году до н.э. и в результате массового изгнания большинство еврейских племен исчезло из истории. Дольше всех продержалось Иудейское царство. Оно было компактнее других и находилось в стороне от путей, соединявших великие государства. Но в 587 году до н.э. вавилоняне снесли стены и храм Иерусалима. Жители Иудеи затем тоже подвергли изгнанию, многих из них увели в Вавилон, где они находились, так сказать, в вавилонском плену. Этот период считается очень важным, так как именно тогда сформировался народ, которого теперь с полным на то основание можно назвать евреями, то есть наследниками и носителями традиции, сохранившейся до наших дней и легко прослеживаемой в истории. Снова великие империи установили свою власть Месопотамии и обеспечили ее цивилизации последнюю возможность для расцвета. Необходимые условия, благоприятные для появления еврейского государства, исчезли. Благо для евреев, что религия Иудейского царства послужила тогда гарантией сохранения их национальной самости, тоже, казалось бы, обреченной. Со времени правления царя Хамурапи народы Месопотанской долины оказались в стесненном положении из-за наплыва переселенцев, пребывающих из-за рубежа. В течение долгого времени их теснили хетты и переселенцы из царства Митани, но время от времени в Ассуре и Вавилоне правили и другие народы. А когда в положенное для того время власть хеттов тоже рухнула, древняя Месопотамия на протяжении долгого времени оставалась вообще без какой-либо великой военной мощи. Союз агрессивных семитских племен, которых ученые называют ромеями и последователями древней традиции экспансии в сторону плодородных земель из пустыни, был неудобным и неуживчивым соседом ослабших царей Ассирии в течение около двухсот лет. Приблизительно столько же существуют Соединенные Штаты Америки. Хотя один из этих семитских народов назывался Халдеями, и поэтому впоследствии его имя ошибочно присвоили Вавилонии. Этот народ никак не отметился в этом деле, кроме как послужил очередным доказательством хрупкости политической конструкции древнего мира. Очертания только начинают восстанавливаться в суматохе событий IX века до н.э. после возрождения Месопотамии. В ту пору, читаем в Ветхом Завете, ассирийские армии снова двинулись войной на сирийское и еврейское царства. Ломая сопротивление, ассирийцы возвращались снова и снова, и они одержали победу. Это стало началом нового, важного и неприятного этапа ближневосточной истории. Шел процесс формирования новой ассирийской империи. В восьмом веке она шла к своему апогею, и столица Ниневия, находившаяся выше по течению Тигра, построенная вместо древнего центра в Ассуре, занимает место в Месопотамской истории, которая когда-то принадлежала Вавилону. Ассирийская империя объединялась на иных принципах, отличных от остальных великих империй. Фундамент ее строился не на вассальной зависимости покоренных царей и системе данников. Наоборот, местных правителей упразднили, и вместо них назначили губернаторов-ассирийцев. К тому же часто с насиженных мест изгоняли целые народы. Одним из характерных методов была массовая депортация. Наглядными жертвами такой высылки считаются десять исчезнувших колен Израэлевых. Ассирийская экспансия продвигалась вперед постоянными и сокрушительными победами. Величайшие достижения последовали в 729 году до нашей эры, когда перед ассирийцами пал Вавилон. В скором времени ассирийские армии разгромили Израиль, вступили на территорию Египта. Его цари отступили в Верхний Египет, и Дельта-Нила досталась оккупанту. К тому времени пал Кипр, Киликия и Сирия сдались на милость победителю. В завершении, в 646 году до нашей эры, ассирийцы покорили важную для себя часть земли Элама, царей которой запрягли в колесницу ассирийского завоевателя и заставили тянуть ее по улицам Ниневии. Последствия этих завоеваний представляли огромную важность для Ближнего Востока в целом. Впервые за пределы его территории распространялась общая, стандартная система управления. Внутрь области двинули призывной контингент солдат и депортированное население, истощившее его местничество. В качестве языка межплеменного общения распространялся арамейский диалект. После ассирийской эпохи возникла возможность появления нового космополитизма. Эта великая созидательная мощь увековечена в памятниках бесспорной выразительности. Царь Саргон II правил в 721-705 годах до нашей эры, в Хорсабаде под Ниневеей, построил величественный дворец, занявший 1,3 квадратных километра земли и украшенный скульптурным барельефом протяженностью больше полутора километров. Богатый и роскошный двор финансировался из доходов от завоеваний. Ашурбанипал, правил в 668-626 годах до нашей эры, тоже оставил свои памятники, включая обелиски, вывезенные в Ниневию из Фив. Но он был человеком, проявлявшим интерес к просвещению и памятникам древности. Поэтому в память о нем осталась прекраснейшая реликвия — роскошная коллекция табличек, собранная им для своей библиотеки. В этой библиотеке оказались копии всего, что существовало в летописях и литературе древней Месопотамии. Именно этим копиям мы обязаны львиной долей наших знаний о произведениях месопотамской литературы, среди них самый полный вариант сказания о Гильгамеше, переведенного шумерского языка. Представление, служившее двигателем данной цивилизации, можно легко почерпнуть из литературы, а также из других источников. Часто изображение ассирийских царей в образе охотников позволяет оценить их как царей-воителей, отражает сознательную ассоциацию того или иного царя с легендарными покорителями природы, считавшимися героями далекого шумерского прошлого. На каменных барельефах, посвященных великим делам ассирийских царей, также повторяется, пусть однообразно, еще одно предание. Предание об ограблении, порабощении, казнях, накольях, пытках и окончательно массовом переселении народов. Ассирийская империя строилась на жестоком фундаменте покорения и устрашения других народов. Возможность для этого появилась после создания мощнейшей армии того времени, формировавшаяся на принципе воинской повинности всех подходящих мужчин и оснащенная железным оружием, эта армия, к тому же, располагала осадной техникой, способной разрушить до тех пор неприступные стены и даже закованной в доспехи конницей. Ассирийская армия представляла собой объединение всех существовавших на то время родов войск, действия которых тщательно согласовывались. Возможно, к тому же ее ратники отличались особым религиозным рвением. Изображение бога Ашшура появляется на картинах над армиями, вступающими в сражение, и ему цари докладывают о победах над неверными. Ассирийская империя пережила стремительный взлет, а потом исчезла. По причине того, что современный нам британский историк Поль Кеннеди назвал «имперской чрезмерной протяженностью территории», их цари позволили себе возложить слишком тяжелое бремя на ассирийское население. Через год после кончины Ашурбанипала началось разрушение его империи, и первым предвестником послужил мятеж в Вавилоне. Поддержку мятежникам оказали халдеи, а также великий новый сосед Мидиане, теперь считающийся ведущим иранским народом. Их выход на арену истории в качестве главной державы ознаменовал важные изменения. Жители Мидии до того времени отвлекались на отражение еще одной волны вторжения варваров, пришедших с севера, то есть кифов, двигавшихся на Иран с Кавказа и одновременно вдоль берега Черного моря на Европу. Главной их силой была легкая кавалерия, вооруженная луками для стрельбы с седла, и первый крупный прорыв этой новой силы в Западную Азию во всемирной истории совершили кочевые народы как раз из Центральной Азии. Когда скифы и жители Мидии объединили свои силы, они опрокинули армию Ассирии, вернув Вавилону его независимость. Ассирия покидает историю после разграбления Ниневии жителями Мидии в 612 году до н.э. В результате этой благотворной грозы у вавилонского царя Навуходоносора появился шанс предоставить месопотамской цивилизации возможность пережить вторую молодость. Он объединил последнюю Вавилонскую империю, которая больше всего остального владела воображением потомков. Она простиралась от Суэца, Красного моря и Сирии через границу Месопотамии и древнее королевство Элам, в то время управляемое мелкой иранской династией, названной Ахаменидами. Кроме всего прочего, Навуходоносор запомнился как великий завоеватель в 587 году до н.э. после еврейского восстания, разрушивший Иерусалим и взявший в полон племена Иудейского царства. Он использовал их точно так же, как остальных пленников, на работах по украшению его столицы, висячие сады или террасы, которые вошли в историю как одно из семи чудес света. Ворота Иштар, которыми до сих пор можно любоваться в Пергамском музее Берлина, дают понятие об их величии. Навуходоносор считается величайшим царем своего времени, быть может, даже за все времена до его восшествия на престол. Слава этой империи, которая находилась в Зените, сходилась на культе Мордука. На великом новогоднем празднике, отмечавшемся каждый год, все месопотамские боги, идолы и статуи провинциальных алтарей, свозились вниз по рекам и каналам на Великий совет к Мордуку в его храм и для подтверждения его превосходства над всеми. Перенесенных в сопровождении процессий по пути протяженностью 1,2 километра, говорят по самой величественной улице древности, или выгруженных на пристани Ефрата рядом с храмом, их доставляли к изваянию бога. Два века спустя Геродот сообщил, что статую изготовили из двух с четвертью тонн золота. Конечно же, он преувеличивал, но данное изваяние на самом деле выглядело внушительно. Потом боги обсуждали судьбы целого мира, центром которого служил этот храм, и определяли их на предстоящий год. Таким манером в богословии отражалась политическая действительность. Такое воспроизведение драмы сотворения мира служило подтверждением беспредельной власти Мордука, а также подтверждением абсолютной монархии Вавилона. Царь отвечал за обеспечение установленного порядка в мире и обладал полномочиями на это. Так наступил последний период расцвета месопотамской традиции, закат которого уже вырисовывался на пороге. Приемники Новоходоносора теряли одну провинцию за другой. Потом настал черед вторжения в 539 году до нашей эры новых завоевателей с Востока, персов во главе с Ахаменидами. Переход от мирского великолепия и блеска к разруке случился очень быстро. В книге пророка Даниила все события суммируются в великолепной заключительной сцене Пира Валтасара. В ту же самую ночь, читаем мы, Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Книга пророка Даниила, глава 5, Дан, глава 30, стих 31. К сожалению, этот рассказ написали триста лет спустя, и все происходило несколько иначе. Валтасар не приходился Новоходоносору ни сыном, ни преемником, как это обозначено в книге пророка Даниила, и царя, взявшего Вавилон, звали Кир. Как бы там ни было, такая выразительность еврейской традиции несет свою драматическую и субъективную правду. Поскольку в истории древности наступил поворотный момент, это и есть он. Независимой месопотамской традиции, идущей от шумеров, наступил конец. Мы оказались на пороге нового мира. Итог старому миру торжествующе подведен в книге пророка Исаии, в которой Кир появляется как освободитель евреев. «Сиди в безмолвии, во тьме сокройся, дочь халдеев, владычицей царей тебя уже не назовут». Книга пророка Исаии. Глава сорок седьмая. Дан пятый. Глава пятая. Начало цивилизации Южной Азии. К середине третьего тысячелетия до нашей эры в Индии сформировались основы роскошной и прочной культурной традиции, которым суждено было пережить культурные традиции Месопотамии и Египта, а также обрести огромную сферу влияния. Даже сейчас древнюю Индию все еще можно посмотреть и пощупать, в прямом смысле этого слова, через сохранившуюся практически в первозданном виде индийскую литературу, религию и обычаи. Судьбы миллионов человек все еще определяются кастовой системой, основные пределы которой сформировались около X века до нашей эры. У деревенских алтарей индийцы до сих пор молятся богам и богиням, поклонение которым началось еще в период неолита. Получается так, что каким-то немыслимым образом древняя Индия дошла до наших дней, чего не случилось с остальными древнейшими цивилизациями. Но даже при всех многочисленных примерах консерватизма индийской жизни на полуострове Индостан можно встретить к тому же еще массу явлений. По его территории пролегли великие пути мыслительной и культурной деятельности, и оттуда их плоды расходились по всему свету. При всем громадном разнообразии индийской жизни, всецело понять ее не составляет труда в силу масштаба и множественности оформления. Данный субконтинент, в конце-то концов, по размеру не уступает Европе, и его делят на области, четко различающиеся климатом, ландшафтом и растительным миром. На его севере сложились системы долин двух великих рек Инд и Ганг. Между ними простираются пустыня и безводные равнины, а на юге раскинулась высокогорья Декан, густо поросшая лесами. Ко времени появления письменной истории в Индии уже существовало предельно сложное расовое разделение. Ученые называют шесть главных этнических групп, говорящих на многих языках, преобладающими из которых считаются индоевропейские и дровицкие наречия. Позже должны были прибыть многие новые группы переселенцев, привлеченных на субконтинент изобильными для земледелия условиями Индии и обретших в ее обществе свой новый дом. Из-за всего этого разнообразия трудно сосредоточить внимание на чем-то одном. Все же присущее индийской истории единство заключается в способности индийского общества к поглощению и преобразованию сил, вливающихся в него извне. Эта способность служит путеводной нитью, направляющей нас в условиях пестрой и неясной информации о ранних этапах индийской истории, известных по находкам археологов и притчам, долгое время передававшимся только из уст в уста. Основу всего следует искать еще в одном факте — значительной степени обособленности Индии от внешнего мира в силу географических особенностей. Вопреки огромному размеру территории Индии и ее разнообразию до тех пор, пока в XVI-XVII веках нашей эры европейцы не начали осваивать океанские просторы, индийцам очень редко приходилось отражать вторжение чужих народов и, как правило, без особого успеха. С севера и севера-запада Индия отгорожена от врагов грядой одних из самых высоких в мире гор, на востоке пролегает пояс непроходимых джунглей, низинные две стороны большого треугольника субконтинента Индостан открыты огромному пространству Индийского океана. Такое естественное положение не только направляло и ограничивало связь индийцев с внешним миром. Оно, к тому же, создавало в Индии своеобразный климат. Большая часть Индии лежит за пределами тропического пояса, но при этом ее климат считается тропическим. Горы сдерживают лютые ветры из Центральной Азии, протяженные побережья открываются настежь напитанным влагой дождевым облакам, набегающим со стороны океанов и неспособным преодолеть северные горные кряжи. Климатическими часами служит ежегодный муссон, приносящий ливни в самые жаркие месяцы года. Этот муссон до сих пор служит центральной опорой аграрного хозяйства. Постоянно в известной мере, огражденная от внешних сил, пусть даже до наступления новейших времен, северо-западная граница Индии все-таки больше открыта для внешнего мира, чем остальные ее рубежи. Белуджистан и пограничные горные перевалы служили самыми главными зонами столкновения Индии с другими народами на протяжении всей истории до самого VII века нашей эры. Цивилизованные времена, даже контакты Индии с Китаем были сначала установлены этим окольным маршрутом, хотя он составляет не совсем кольцо, как представляется из знакомой всем проекции, предложенной Меркатором. Временами эта северо-западная область попадала под непосредственное влияние иноземцев, которое представляется предположительным, когда мы размышляем над первыми индийскими цивилизациями. Об их возникновении нам известно совсем немного, но мы знаем, что предшествовали им цивилизации Шумера и Египта. В месопотамских летописях времен Саргона I Акадского сообщается о контактах с народом далекой страны Мелуха, которая, как считают ученые, находилась в долине Инда, алювиальные равнины которой образовывали первую естественную область, куда попадали путешественники, как только пребывали в Индию. Именно в этой богатой, густо поросшей лесами сельской местности появились первые индийские цивилизации, в то время, когда дальше на Западе в качестве рычагов истории пришли в движение массы индоевропейских народов, стимулов к появлению индийской цивилизации, можно отыскать сразу несколько. Имеющиеся свидетельства к тому же указывают на то, что земледелие пришло в Индию позже, чем на Ближний Восток. Его на этом субконтиненте сначала можно отследить в северо-западном углу. Существуют археологические доказательства появления земледелия в Белуджистане около шести тысяч лет до нашей эры. Три тысячи лет спустя появляются признаки оседлой жизни на алювиальных равнинах Индии, то есть процесс идет параллельно с эволюцией остальных направлений культуры долин-рек. Археологам начинает попадаться глиняная посуда, изготовленная на гончарном круге, и медное орудие. Все признаки указывают на постепенное наращивание плотности земледельческих поселений, пока не появляется полноценная цивилизация, как это случилось в Египте и Шумере. Но не стоит отвергать возможность прямого месопотамского влияния. И, наконец, представляется как минимум разумным предположение о том, что будущее Индии формировали уже новые народы, прибывавшие с севера. В поддержку такого предположения можно привести сложный расовый состав населения Индии в самой глубокой древности, но однозначно настаивать на нем было бы опрометчиво. Когда, наконец-то, появляются бесспорные доказательства цивилизованной жизни, изменения выглядят потрясающими. Один ученый назвал их «культурным взрывом». Все, вполне вероятно, заключалось в одном решающем шаге в сфере технической эволюции изобретении обожженного кирпича, в отличие от высушенного на солнце глинобитного кирпича из Месопотамии, сделавшим возможным регулирование паводкового стока в речной долине, где природный камень было не найти. Каким бы на самом деле ни был этот процесс, в результате появилась замечательная цивилизация, раскинувшаяся на четверти с лишним миллиона квадратных миль долины Инда, что больше площади занимаемой цивилизациями шумер или египтян. Кто-то называет цивилизацию реки Инд Хараппской, в честь одного из крупнейших городов Хараппы, стоящего на притоке Инда. Можно назвать еще одно такое место город Мохенджо-Даро. Известны также три других места. Там жили люди, отличавшиеся высокой организацией общины и способные выполнять тщательно организованные коллективные работы в объемах, сопоставимых с выполнявшимися в Египте и Месопотамии. В городах оборудовали крупные зернохранилища, на значительных территориях внедрили единый стандарт меры весов. Ясно, что высокоразвитая культура возникла уже к 2600 году до нашей эры, и она около 600 лет просуществовала с незначительными изменениями, а потом, во втором тысячелетии до нашей эры, пошла на спад. В каждом из двух городов, представляющихся ее величайшими памятниками, могло проживать более 30 тысяч человек. Такая многочисленность городского населения характеризуется высокой степенью развития земледелия, за счет которого оно существовало. Эта область в те времена была далеко не засушливой зоной, какой стало позже. Территории городов Махенджодаро и Хараппы ограничивались тремя и четырьмя километрами по эллипсу, а однородность и сложность их застройки свидетельствуют об очень высоком уровне административного и организационного таланта индийцев. Каждый из городов делился на цитадель и жилой район. Улицы жилой застройки формировались в виде прямоугольной в плане сетки, а дома строились из кирпичей стандартизированных размеров. Тщательно продуманные и отвечающие своему предназначению системы отвода стоков и внутренняя планировка зданий обнаруживают большую заботу об обеспечении санитарного состояния горожан и чистоты среды их обитания. На некоторых улицах Хараппы почти в каждом доме оборудована ванная комната. Не требуется большой фантазии, чтобы увидеть в такой заботе о чистоте первое проявление устойчивой особенности индийской религии, состоящей в купании и ритуальных очищениях, исключительно важных и для нынешних индуистов. Жители этих древних городов занимались самыми разными делами, и хозяйственно их жизнь представляется весьма сложной. По наличию крупной верфи, связанной с морем каналом протяженностью без малого 2 км у города Лотхал, расположенного в 640 км к югу от Махенджо-Даро, напрашивается предположение о важности внешних обменов через Персидский залив с далекими северными землями, такими как Месопотамия. В городах хараппской цивилизации сохранились свидетельства существования ремесленников узкой специализации, получавших нужные им материалы из самых разных мест, а потом отправлявших свои товары во все концы света. При этой цивилизации люди уже пользовались клопчатобумажной тканью, первой существование которой мы можем подтвердить надежными доказательствами, и ее было достаточно много, чтобы заворачивать в нее партии товаров на вывоз, упаковочную веревку которых снабжали печатями, обнаруженными в Лотхале. Эти печати служат одним из доказательств существования хараппской грамоты, подтвердить ее можно с помощью нескольких надписей на осколках глиняной посуды, и это все, что представляется первыми следами индийской письменности. Печати, которых сохранилось около двух с половиной тысяч штук, дают нам ясное представление о воззрениях индийцев времен хараппской цивилизации. Пиктограммы на этих печатях читаются справа налево, на них часто появляются изображения зверей, представлены шесть сезонов, на которые делится год. Многие так называемые слова на печатях остаются непрочитанными, но теперь хотя бы кажется вероятным то, что они относятся к языку родственному дравитским диалектам, все еще использующимся в Южной Индии. Представления и приемы из Инда распространяются по всему Синду и Пенджабу, а также дальше вниз, по западному побережью Гуджарата. Этот процесс занял века, и картина, обнаруженная археологами, некоторые места теперь погрузились на дно моря, выглядит слишком запутанно для воссоздания некоего последовательного образа. Однако влияние этой культуры не сказалось в долине Ганга, где располагалась еще одна обширная, богатая илистыми отложениями область, в которой могла жить значительная часть населения и на юго-восток. Там развивались иные культурные процессы, но от них не осталось ничего столь же захватывающего воображения. Некоторые элементы культуры Индии должны были происходить из других источников, кое-где проявляются следы китайского влияния, но однозначно об этом судить сложно. Рис, например, начали выращивать на территории Индии в долине Ганга, но мы не знаем, откуда его туда завезли. Одно из предположений заключается в том, что он как-то попал из Китая или Юго-Восточной Азии, на побережьях которой рис культивировали приблизительно с 3000 года до нашей эры. Две тысячи лет спустя эта главная составляющая питания индийцев распространилась практически по всему северу страны. Не дано нам знать и причину упадка первых древнейших индийских цивилизаций, хотя время их кончины, приблизительно можно назвать. Неустойчивое равновесие земледелия на берегах Инда могло нарушиться из-за разрушительных наводнений на этой реке или в результате неподдающегося контролю изменения ее русла. Леса могли истребить местные жители, вырубившие деревья на дрова для печей, в которых обжигался кирпич, необходимый для строительных работ в Хараппе. Свою роль могли сыграть и другие неизвестные нам пагубные для людей факторы. Скелеты людей, предположительно прямо на месте их гибели, найдены на улицах Махенджодаро. Хараппская цивилизация в долине Инда могла погибнуть около 1750 года до нашей эры, и все поразительно совпадает по времени с нашествием в индийскую историю одной из ее великих созидательных сил, то есть вторжением так называемых арийцев. Однако ученые отказываются проявить благосклонность к мнению о том, что захватчики разрушили индийские города речных долин. Возможно, пришельцы вступили на землю, уже полностью истощенную чрезмерной эксплуатацией и естественными неполадками. Строго говоря, слово «ариец» относится к лингвистическим терминам как «индоевропеец». Как бы там ни было, оно привычно и удобно использовалось для обозначения одной группы тех народов, перечисление которых придает мощнейшую динамику древней истории в других частях Старого Света после 2000 года до нашей эры. Приблизительно в то же время, когда другие индоевропейцы прибывали в Иран, приблизительно около 1750 года до нашей эры, большой поток иноземцев стал поступать в Индию с Гиндукуша. На протяжении нескольких веков волны этих переселенцев проникли все глубже в долину Инда, на территорию Пенджаба и в конечном счете достигли верховий Ганга. Они не вытеснили полностью коренные народы, хотя цивилизация долины Инда прекратила свое существование. Несомненно, прибытие арийцев отмечено большим насилием, так как они были войнами и кочевниками, оснащенными бронзовым оружием, конницей и боевыми колесницами. Но они осели, и обнаружено множество свидетельств того, что местное население осталось вместе с ними, поддерживая собственное верование и стиль жизни. Можно привести массу археологических доказательств встраивания хараппской культуры в культуру, возникшую позднее. Что бы по этому поводу ни говорили, мы имеем дело с древнейшим примером ассимиляции культур, которая всегда отличалась индийское общество, и она всегда в конечном счете лежала в основе редкой способности классического индуизма приспосабливаться к всевозможным обстоятельствам. Представляется предельно ясным то, что арийцы не удосужились принести в Индию культуру настолько же передовую, какой была культура хараппы. Все это напоминает ситуацию с переселением индоевропейцев в бассейн Агейского моря. Например, исчезает письменность, и она не возвращается до середины первого тысячелетия до нашей эры. Города тоже придется создавать заново, и тем, которое нам удается обнаружить, очень недостает элегантности и упорядоченности городов долины Инда предыдущего периода истории. Более того, арийцы, явно не торопясь, отказывались от своих пасторальных привычек скотоводов и приспосабливались к земледельческому быту, разбредаясь на восток и юг из районов, где они первоначально осели в больших деревнях. Прошли столетия. Только с приходом в быт железа завершился этот процесс и заселилась долина Ганга. Железные орудия облегчали задачу обработки земли. Между тем, вместе с этим физическим открытием северных равнин, захватчики сделали два решающих вклада в индийскую историю, в ее религиозные и общественные институции. Арийцы заложили фундамент религии, ставшей душой индийской цивилизации. Стержнем ее служит идея жертвенности. Стадию сотворения, до которой дошли боги в самом начале времен, необходимо повторять до бесконечности через жертвоприношение. Важная роль принадлежит богу огня Агни, ведь пройдя через его жертвенный огонь, человек предстанет перед богами. Высокое значение и положение принадлежит жрецам, брахманам, которые организовывали соответствующие церемонии. В божественном пантеоне стоит выделить двух самых важных его обитателей — бога небес Варуну, надзирающего над естественным порядком и служащего воплощением судьи, и бога воителя Индру, который с года в год поражает дракона и тем самым снова высвобождает небесные воды, проливающиеся с началом сезона муссонов. Мы узнаем о них из ригведы, то есть сборника, состоящего из тысячи с лишним гимнов, исполняемых во время проведения обряда жертвоприношения, составленного впервые около тысячного года до нашей эры, и, разумеется, существенно дополненного за последующие века. Ригведа представляется нам одним из главных источников исторических фактов, характеризующих не только индийскую религию, но и к тому же арийское общество. В ригведе можно увидеть отражение арийской культуры в том виде, в каком она сформировалась в связи с переходом арийцев на оседлый образ жизни в Индии, а не такой, какая она существовала раньше или в исходной форме. Тут все как у Гомера — случайное письменное изложение произведения устной традиции, но большое отличие заключается в том, что на него намного легче ориентироваться как на исторический источник в силу гораздо большей надежности, практически не вызывающей сомнений. Его святость требует точного запоминания содержащихся в ригведе гимнов, и хотя их запрещалось переносить на бумагу до наступления 1300 года нашей эры, они практически наверняка не подверглись изменению и остались в первоначальном виде. Вместе с более поздними ведическими гимнами и прозаическими произведениями, ригведа остается для нас самым достоверным источником сведений об арийской Индии, так как посвященные ей археологические исследования на протяжении долгого времени, давали мало, потому что на возведение городов и храмов того времени использовались строительные материалы, разрушавшиеся гораздо быстрее, чем кирпичи городов долины Инда. В мире, открывающемся через гимны ригведы, содержится намек на мир того же Гомера, представленной территорией обитания варваров бронзового века. Некоторые археологи нашего времени считают возможным отыскать в гимнах ссылки на факты разрушения хараппских поселений. Упоминания о железе отсутствуют, и так получается, что оно появилось в Индии после тысячного года нашей эры. Когда и откуда оно пришло, единого мнения тоже не существует. В этих гимнах описывается территория, простирающаяся от западных берегов Инда Доганга, населенная арийскими народами и темнокожими коренными жителями. На ней сформировались общественные объединения, основными единицами которых служили семьи и племена. От них остались, однако не такие терпимые, как в случае с арийской общественной организацией, постепенно появляющиеся страты, которым португальцы позже дали сохранившееся до наших дней название «каста». О ранней истории этого обширного и сложного общественного субъекта и его сущности с полной уверенностью говорить не приходится. Как только кто-то написал правила поведения касты, на их основе появилась непререкаемая и жесткая структура, неподверженная изменению. Все же произошло это, когда касты уже существовали на протяжении сотен лет, в течение которых сохранялась эластичность границ между ними, позволявшая известную эволюцию. Деление на касты коренится в признании фундаментального деления на классы оседлого земледельческого общества, аристократии воителей, кшатриев, жрецов-брахманов и обычных земледельцев-скотоводов в Айши. Так выглядело самое древнее отделение арийского общества, доступное для обозрения, и оно представляется не совсем замкнутым, сохранялась возможность для перехода представителей одной касты в другую. Единственный непреодолимый барьер в древнейшие времена, как кажется, существовал между людьми арийского и любого иного происхождения. У арийцев для обозначения коренных жителей Индии существовало слово «даса», позже обретшее значение «раб». Категориям профессиональных групп неарийцев скоро добавилась четвертая категория. В качестве повода для ее введения явно просматривается желание сохранить расовую целостность. Данная каста называется «шудры» или так называемые «нечистые», то есть те, кому запрещалось изучать или слушать ведические гимны. Практически с тех пор данная структура подвергалась уточнению и доработке. Дальнейшее деление на большие группы и группы поменьше началось в силу дальнейшего усложнения общества и перестановок внутри изначальной трехуровневой структуры. В ней решающую роль стали играть представители высшего класса брахманов. Землевладельцев и купцов отделили от земледельцев. Первых стали называть вайши, а землепашцы превратились в шудров. Появился свод запретов на заключение брака и употребление еды. В результате постепенно сложилась кастовая система в том виде, которая известна нам. Громадное число каст и категорий внутри этих каст медленно включалось в существовавшую систему общества. Их обязанности и потребности в конечном счете превратились в основной рычаг регулирования индийского общества. Возможно, единственный значительный в жизни многих индийцев. К новейшим временам насчитывалось несколько тысяч джати, местных каст, членам которых разрешается заключать брак исключительно внутри них, питаться только блюдами, приготовленными членами своей джати и повиноваться своим собственным нормам. Обычно, к тому же, членам определенной касты разрешается заниматься только одним ремеслом или профессией. По этой причине, но еще в силу традиционных связей племени, семьи и деревни, а также имущественного состояния, структура власти в индийском обществе вплоть до наших дней больше напоминала кастовое устройство, чем формальные политические учреждения и центральную власть. В древнейшие времена внутри арийского племенного общества выделились цари, появившиеся, несомненно, благодаря своему военному таланту. Мало-помалу, некоторые из них удостаивались чего-то вроде божественного почтения, хотя такое духовное возвышение всегда должно было зависеть от тончайшей пропорциональности в отношениях с кастой брахманов. Но существовали и некоторые другие политические конфигурации. Далеко не все арийцы мирились с таким вариантом развития событий. Приблизительно к 600 году до н.э. некоторые подробности ранней индийской политической истории наконец-то начинают смутно просматриваться через густую завесу мифов и легенд. Удается вычленить два вида политических сообществ. Один под властью старейшин, сохранявшийся на холмистом севере, и второй монархический, обосновавшийся в долине Ганга. Здесь отразилось многовековое влияние арийцев, осваивавших восток и юг, когда мирное заселение и смешанные браки, как представляется, играли такую же значительную роль, как захват территорий сам по себе. Постепенно на протяжении рассматриваемой эпохи центр тяжести арийской Индии сместился от Пенджаба к долине Ганга в силу того, что арийскую культуру переняли тамошние народы. По мере того, как мы выбираемся из сумеречной зоны ведических царств, становится ясно, что в северной Индии образовалось некое их культурное единство. Долина Ганга к VII веку до н.э. превратилась в крупный центр индийской популяции. Возможность для ее появления обусловлена тем, что здесь занимались выращиванием риса. Вторая эпоха индийских городов началась там. Первые из них служили местами размещения базаров и ремесленными центрами, судя по тому, что сюда съезжались мастера, занимавшиеся изготовлением разнообразных товаров. Великим равнинам в эпоху появления более многочисленных армий, оснащенных современным вооружением, мы узнаем о боевом применении слонов, требовалось объединение государств в укрупненное политическое образование. В конце VII века до н.э. на территории Северной Индии сформировалось шестнадцать царств. Однако, как все это происходило и чем эти царства связывались друг с другом, из их мифологии понять не получается. Тем не менее, по существованию чеканки денег и зачаткам письменности, напрашивается вывод о появлении там правительств, основательность которых и устойчивость постоянно укреплялись. О появлявшихся тогда процессах упоминается в некоторых самых ранних литературных источниках, посвященных индийской истории. Брахманах, составленных на протяжении периода, когда арийская культура стала доминировать в долине Ганга около 800-600 годов до н.э. Но больше информации о них и об именах, причастных к ним великих деятелей, можно найти в более поздних документах, прежде всего в двух знаменитых индийских былинах под названием Рамаяна и Махабхарата. Нынешние тексты представляют результат постоянной переработки, проводившейся приблизительно с 400 года до н.э. до 400 года н.э., когда их впервые записали в том виде, который дошел до нас. Поэтому толкование дается нелегко. Вследствие этого по-прежнему сложно постигнуть политическую и административную действительность, характерную, скажем, для царства Магадха, находившегося в южной части штата Бихар, которая возникла в конечном счете в качестве преобладающей державы и послужила стержнем первых исторических империй Индии. Вместе с тем, и возможно это еще более важно, налицо свидетельство того, что долина Ганга уже представляла собой то, чем должна была остаться, очагом империи. Ее культурное доминирование обеспечивалось одновременно статусом центра индийской цивилизации, а также будущего Индостана. Более поздние ведические тексты и общее богатство арийского литературного наследия вызывают такой большой интерес, что совсем легко забыть существование второй половины субконтинента. Письменные памятники сводят всю индийскую историю до данного момента и даже после него к истории севера Индостана. Состояние археологической и исторической науки также отражает и объясняет сосредоточение внимания на северной Индии. Просто о севере Индии древних времен известно гораздо больше, чем о юге. Но стоит сказать о более основательных и закономерных обоснованиях такого пристального внимания к этому району. Археологические подтверждения, например, указывают на явный и устойчивый культурный отрыв в этот ранний период области системы Инда от остальной части Индии, которая, следует отметить, получила название в честь этой реки. Просвещение к индийцам, если можно так выразиться, пришлось с севера. На юге в окрестностях современного Майсура, в результате раскопок на месте поселений примерно одного возраста с Хараппой, следов металла не обнаружено, хотя найдены свидетельства о домашнивании крупного рогатого скота и кос. Бронза и медь начинают появляться только после поселения арийцев на севере. За пределами системы бассейна Инда тоже отсутствуют какие-либо изваяния из металла того времени, не обнаружено никаких печатей и меньше встречается терракотовых фигурок. В Кашмире и в Восточной Бенгалии отмечаются убедительные доказательства существования культур каменного века, сходных с культурами каменного века Южного Китая. Но зато хотя бы ясно, что какими бы ни были местные особенности индийских культур, с которыми они находились в контакте и в пределах, определявшихся географическими рамками, сначала Хараппская, а за ней Арийская цивилизации были доминирующими. Они постепенно утверждались в Бенгалии и долине Ганга, вниз по западному побережью в сторону Гуджарата и на центральном высокогорье субконтинента. Так происходило везде во времена древнего средневековья, и когда дело касается истории, ситуация особенно не проясняется. Сохранение дровицких диалектов на юге говорит о продолжавшейся обособленности этой области. Многое в этих местах объясняется особенностями топографии. Деканское плоскогорье с севера всегда отгораживали поросшие джунглями горы Виндхья. Внутри на юге местность тоже изрезанная и холмистая, не располагает к образованию таких крупных государств, какие возникали на открытых равнинах севера. Наоборот, Южная Индия оставалась расчлененной. Некоторые населявшие ее народы сохранились в силу того, что к ним нельзя было добраться в эпоху культуры племенной охоты и собирательства. Прочие районы из-за очередной особенности географии выходили к морям. Это еще одно отличие от земледельческих империй севера Индии. На текущий момент описанные изменения должны были коснуться судьбы миллионов человек. Все оценки численности населения в древности надежностью не отличаются. По состоянию на 400-й год до нашей эры предположительная численность населения Индии составляет 25 миллионов человек, то есть порядка четверти населения всего мира в то время. Важность древней истории Индии, однако, заключается в установлении моделей, по которым до сих пор строятся жизни еще большего числа людей сегодня, а не в ее воздействии на крупный отряд населения в древности. Прежде всего, справедливость такого вывода верна для религии. Классический индуизм выкристаллизовался в первом тысячелетии до нашей эры. Как только это случилось в Индии, родилась первая мировая религия – буддизм. Ей в конечном счете суждено было господство над обширными областями Азии. Это произведение культуры, которое служит пульсом индийской истории, а не творением нации или экономики, и в этой культуре религия занимала центральное место. Глубочайшие корни индийского религиозного и философского синтеза действительно очень глубоко уходят в древность. Одним из великих, широко признанных кумиров индуистского пантеона сегодня считается Шива, в поклонении которому многочисленные древние верования слились в культ изобилия. На одной печати из Мохенджо Даро уже изображается фигура, напоминающая раннего Шиву, в храмах обнаружены камни в форме фаллоса Шивы, а в Хараппе археологи откопали фаллические культовые объекты, являющиеся его символом. Таким образом, перед нами некоторые предполагаемые доказательства, наводящие на рассуждение о том, что поклонение Шиве можно считать древнейшим в мире, дошедшим до наших дней, религиозным культом. При том, что в нем ассимилированы многие важнейшие арийские особенности, появился культ Шивы еще до переселения этих арийцев, и он сохраняется во всей своей многогранной власти и даже в двадцать первом веке служит объектом поклонения. Но при этом не один только Шива дошел до нас из далекого прошлого цивилизации бассейна реки Инд. Некоторые еще хараппские печати явно подсказывают предположение о существовании духовного мира, в центре которого находятся богиня-мать и бык. Этот бык остается святыней по сей день. Извояние быка Шива по кличке Нанди обнаруживается в бесчисленных деревенских алтарях на всем протяжении индуистской Индии, в его современном воплощении он служит избирательным символом партии Индийский национальный конгресс. Вишну, которому поклоняется огромная часть современного населения Индии, представляется в намного большей степени арийцем. Вишну присоединился к индуистскому пантеону, состоящему из сотен местных богов и богинь, которым до нынешнего дня поклоняются индусы. Но все равно его культ далеко не единственное и не самое веское доказательство арийского вклада в индуизм. Что бы там ни сохранилось из прошлого хараппы или даже до него, главные философские и созерцательные традиции индуизма восходят к ведической религии – ведизму. Все это является арийским наследием. По сей день санскрит считается языком познания богословия. Он находится выше этнического деления, используется населением юго-говорящим на дравитском наречии, а также на севере жрецами-брахманами. Он служил великим средством для связи культуры в единое целое, и этой же цели служила религия, физическим носителем которой является санскрит. Ведические гимны составили ядро системы религиозной мысли более абстрактной и философичной, чем примитивный анимизм – веро-водушевленность предметов. Из арийских представлений об аде и рае, так называемом «доме глины» и так называемом «мире отцов» постепенно развивалась вера в то, что судьбу человека определяют его дела, совершенные при жизни. Медленно формировалась громадная, всеобъемлющая структура мышления, мировоззрение, в котором все вещи связаны в огромной паутине бытия. Души могли принимать разнообразные формы в этом огромном целом. Они могли бы перемещаться вверх или вниз по шкале бытия, переходить из одной касты в другую, например, или даже перемещаться из мира животных в мир человека и обратно. Само представление о переселении из одной жизни в следующую, ее формы, определялось поведением, было связано с идеей об очищении и обновлении, с верой в освобождение от приходящего, случайного и очевидного, и с верой в возможную самость души и абсолют, содержащиеся в брахме, в созидательном принципе. Задача верующего человека состояла в следовании тхарме, фактически непереводимое понятие, зато в нем воплощается нечто подобное западным идеям естественного закона справедливости и чего-то вроде идеи того, что человек обязан оказывать уважение и исполнять обязанности в соответствии со своим положением. На все эти процессы ушло много времени. Шаги, через которые изначальная ведическая традиция начала свое преобразование в классический индуизм, представляются неясными и сложными. В центре самой ранней эволюции находились брахманы, долго контролировавшие религиозную мысль в силу своей ключевой роли в проведении обрядов жертвоприношения по канонам ведической религии. Представители сословия брахманов явно использовали свой духовный авторитет, чтобы всячески подчеркивать свое затворничество и особое положение в обществе. Убийство брахмана в скором времени стало считаться самым тяжелым из преступлений. Даже цари не могли тягаться с их властью. Все-таки создается такое впечатление, что в прежние времена они свыклись с богами мира более древнего. Предполагается, что в среду сословия брахманов проникли жрецы неарийских культов, что обеспечило сохранение и более позднюю популярность культа Шивы. В священных упанишадах, то есть древних сочинениях, отнесенных приблизительно к 700 году до нашей эры, говорится о последующей заметной эволюции в сторону более глубокой философской религии. Теперь речь идет о собрании сочинений, состоящем почти из 250 молитвенных высказываний, гимнов, афоризмов и размышлений святых мужей, указывающих на скрытое значение традиционных религиозных истин. В них намного меньше акцента делается на личных богах и богинях, чем в более ранних текстах, и также включаются некоторые самые древние аскетические учения, которые должны были стать бросающейся в глаза и поразительной особенностью индийской религии. Даже если их придерживалось совсем незначительное меньшинство населения, эти упанишады удовлетворяли потребности тех людей, которые в силу духовных убеждений заглядывали за пределы традиционной структуры. Похоже, что сомнения у них появлялись по поводу принципа жертвоприношения. Новые варианты мышления начали появляться в начале исторического периода, а сомнение в традиционных верованиях уже нашло отображение в более поздних гимнах Ригведы. Самое время упомянуть о таких событиях, потому что их нельзя понять в отрыве от арийского и до арийского прошлого. Классический индуизм должен был воплотить в себе синтез идей наподобие тех, что изложены в упанишадах, указывающий на монотеистическую концепцию Вселенной, с более политоистической популярной традицией, представленной брахманами. Абстрактное теоретизирование и аскетизм часто служили добродетелью существования монашества, уходившего в сторону от материальных забот, чтобы вплотную заниматься ревностным служением духу и размышлениями над бренностью бытия. Занятие всем этим началось в ведические времена. Кое-кто из монахов кинулись проводить подвижнические эксперименты, другие своими деяниями вызвали слишком много слухов, и теперь в нашем распоряжении находятся летописи, посвященные интеллектуальным системам, основанным на прямом детерминизме и материализме. Одним из получивших большую популярность культов, не потребовавших веры в богов и выражавших реакцию сопротивления формализму брахманской религии, следует назвать джайнизм. Он считается творением одного проповедника VI века до н.э., который, среди прочего, выступал в защиту неприкосновенности жизни животных, из-за чего земледелие или животноводство становились невозможными. Поэтому приверженцы джайнизма предпочитали заниматься торговлей. А в итоге, в новейшие времена, община джайнов числится одной из самых зажиточных в Индии. Но важнейшей из новаторских систем оказалось учение Будды просветленного, или пробудившегося, как можно перевести его имя на русский язык. Важным фактом считалось то, что Будда, как некоторые другие рационализаторы религии, родился в одном из государств на северном краю равнины бассейна Ганга, где ортодоксальный монархический строй, появлявшийся где бы то ни было еще, освоиться не мог. Все произошло в начале VI века до н.э. Сиддхартха Гаутама принадлежал не сословию брахманов, а числился наследником знатного рода шакьев, принадлежавшего к касте воинов и правителей. Благополучно получив благородное воспитание, он счел свою жизнь никчемной и покинул родной дом. Сначала он попытался вести аскетический образ жизни. Через семь лет он осознал, что вступил на неверный путь. Теперь он занялся проповедью и набрал учеников. В ходе своих размышлений он пришел к необходимости поставить на обсуждение одну строгую и нравственную доктрину, целью которой ставилось освобождение от страдания через достижение повышенных состояний сознания. Не обошлось при этом без параллелей с учением упанишадов. Важная роль в этом деле отводилась йоге, которой предназначалось достойное место в так называемых шести системах индуистской философии. Слово йога многозначное, но в этом философском контексте. Его можно грубо истолковать как метод или способ. Она предназначалась для достижения истины посредством медитации, размышления после полного и совершенного овладения своим телом. Такое овладение служило развенчанию иллюзии личности, которая, как и все остальное в сотворенном богом мире, представляется явлением проходящим, как приходят и уходят события, а не своеобразным. Контуры такой системы, к тому же, уже просматриваются в упанишадах, и им предназначалось стать одним из аспектов индийской религии, производившим самое сильное впечатление на гостей из Европы. Будда учил своих последователей именно так усмирять и подавлять требования плоти, чтобы никакое препятствие не мешало душе достигать блаженного состояния нирваны или самоликвидации, освобождения от бесконечного цикла воскрешения и переселения души. Своей доктриной он призывал людей не сделать что-то, а быть чем-то, чтобы не быть ничем. Достижение такого состояния шло по восьмиличному пути нравственного и духовного совершенствования. Так что речь идет практически о великой нравственной и гуманистической революции. Будда явно обладал великими практическими и организаторскими способностями. Наряду с его неоспоримыми личными похвальными качествами, это должно было помочь ему стать уважаемым и преуспевающим наставником. Он отступил в сторону и не стал развенчивать брахманскую религию, и тем самым Будда облегчил себе задачу. Появление общин буддистских монахов придало деятельности Будды организованный вид, переживший его самого. Он к тому же предложил новую роль тем, кого не устраивало традиционное положение вещей, в особенности женщинам и последователям из низших каст, так как он не признавал кастового построения общества. Наконец, буддизмом не предусматривалось особых обрядов. Учение это представляется простым и безбожным. В скором времени он подвергся ревизии, и кто-то скажет конъюнктурному засорению, и, как во всех великих религиях, в буддизме ассимилировалось многое из существовавших раньше верований и обычаев, но даже при всем при этом большая популярность за ним сохранилась. Но все-таки буддизм не пришел на смену брахманской религии, и на протяжении двух веков или около того его распространение ограничивалось относительно небольшой частью территории долины Ганга. В конце концов, к тому же, пусть даже в эпоху широкого распространения христианства, индуизм должен был победить, а буддизму придется сворачиваться до положения веры меньшинства населения Индии, но ему суждено было превратиться в самую широко распространенную религию Азии и мощную силу всемирной истории. Буддизм — это первая мировая религия, получившая распространение за пределами общества, в котором она родилась, поскольку более древней традиции Израиля приходилось ждать наступление христианской эры и только потом принимать на себя роль мировой веры. В своей родной Индии буддизм должен был играть важную роль до прихода ислама. Таким образом, учением Будды отмечена заметная эпоха в индийской истории. Этим объясняется перерыв в повествовании о нем. К моменту его победы индийская цивилизация, все еще существующая сегодня и все еще способная к огромным подвигам ассимиляции, уже обрела надежные опоры. Значение этого факта трудно переоценить. Он отделил Индию от остального мира. Львиная доля достижений ранней цивилизации в Индии остается достоянием духовной, а не материальной сферы. На память приходит знаменитое извояние прелестной танцовщицы из Мохенджо-Даро. Но древняя Индия до наступления времени Будды не родила великого искусства масштаба произведений Месопотамии, Египта или Минойского Крита, тем более их величественных монументов. Технически отсталая Индия пришла позже, хотя, насколько позже, чем другие великие цивилизации, точно сказать нельзя, еще и к грамоте. При этом неясности в большей части ранней истории Индии не могут заслонить тот факт, что ее социальная система и религии существовали задолго до появления всех остальных великих творений человеческого разума. Опрометчиво даже предполагать, какое влияние они оказали через поощрявшиеся ими отношения, распространявшиеся на протяжении многих веков в чистой или смешанной форме, остается только коснуться негативного догматизма. С ним постигался ряд мировоззрений, учреждения отличались полнейшим безразличием к человеку, философией навязывались неумолимость циклов бытия, совсем не давалось предписания по поводу ответственности за добро и зло, поэтому не могло не появиться истории, совершенно не похожей на историю людей, воспитанных на лучших семитских традициях. И такого рода представления сформировались и устоялись на протяжении большей части тысячелетия до Рождества Христова. Глава 6. Древний Китай Самым поразительным фактом в истории Китая считается то, что она уходит в такую глубокую древность. Китайцы, пользующиеся китайским языком, существуют около трех с половиной тысяч лет. Единое центральное правительство, по крайней мере на словах, воспринималось в Китае как нормальное положение вещей, прерывавшееся периодами досадного дробления государства. Как у цивилизации, у Китая накопился такой продолжительный опыт, что с ним может текаться один только древний Египет, и эта историческая долговечность служит ключом к китайскому историческому своеобразию. Китай, прежде всего, являл собой культурную ценность, обладающую большей привлекательностью для его соседей. На примере Индии наглядно видно, насколько культура может быть важнее правительства, и в Китае просматривается та же самая истина, только с несколько другой стороны. Там внутри страны культура облегчала формирование и существование единого правительства. Так или иначе, в очень глубокой древности в Китае возникли некие ведомства и отношения, отличавшиеся большой стойкостью только потому, что прекрасно подходили условиям данной страны. Некоторые из этих положений явно превосходят по своей важности даже революции, случившиеся в двадцатом столетии. Нам следует начать с самой китайской земли, и на первый взгляд ее рельеф не слишком располагает к единству государства. Физически театр, где разыгралась драма китайской истории, весьма просторный. Китай сегодня по протяженности территории превосходит Соединенные Штаты Америки и в настоящее время в КНР проживает в четыре раза больше народа, чем США. Великая китайская стена, предназначенная для прикрытия северной границы, в конечном счете составила четыре-пять тысяч километров оборонительных укреплений, возведенных за 1700 с лишним лет. Расстояние из Бейдзина, Пекина, до Гуанчжоу, Кантона, расположенного на самом юге, по прямой составляет более трех тысяч километров. На таком громадном пространстве расположились многочисленные климатические и географические зоны. Прежде всего следует обратить внимание на большие отличия северной и южной частей Китая. Летом северные земли опаляет жара и мучая засуха, тогда как на юге царит влажность и постоянно случаются наводнения. Север выглядит голым и занесенным пылью зимой, зато юг всегда остается зеленым. Одной из главных особенностей ранней китайской истории считается распространение цивилизации, проходившей через переселение или завоевание народов с севера на юг, а также непрерывное стимулирование северной цивилизации притоками народов извне, то есть со стороны Монголии и Центральной Азии. Основное внутреннее деление территории Китая обусловлено рубежами гор и рек. Все стоки внутри страны собираются тремя системами бассейнов великих рек, несущих воды через всю территорию Китая к морю, в основном в направлении с запада на восток. Перечислим эти реки с севера на юг, Хуанхэ, Янзи и Джудзян с их притоками. Вызывает удивление, что в стране настолько обширной и такой рассеченной естественными рубежами вообще удалось сформировать некое единство. Все-таки Китай был обособленным миром еще задолго до Плейстоцена. Большую часть Китая занимает гористая местность, и кроме самого юга и северо-востока, его границы все еще проходят вдоль и поперек больших кряжей и плато. Истоки Янзы, как и истоки Меконга, лежат в горах Каньлуня, расположенных к северу от Тибета. Эти горные границы считаются практически неприступными. Образуемая ими дуга размыкается только там, где Хуанхэ течет на юг в Китай из внутренней Монголии, и как раз на берегах этой реки в восточной части ее нынешнего бассейна берет начало предания от цивилизации в Китае. Окаймляя пустынное плато Ордос, отделенное другой горной цепью от пустынных просторов Гоби, Хуанхэ открывает своего рода трубу в северный Китай. Через нее вливались люди и осадочные породы, лесовые отложения долины этой реки, легко возделываемые и высокоплодородные, принесенные ветром с севера, послужили почвой для первого крупномасштабного китайского земледелия. Когда-то этот район был густо покрыт лесами и щедро снабжался водными ресурсами, но климат здесь стал холоднее и суше в силу тех преобразований, которые служат фоном первобытных социальных изменений. Доисторический период Китая касается значительно большей территории, чем долина одной реки. Синантроп, синантропус пекиненсис, так называемый пекинский человек, как китайский вариант хомоэректус, человека прямоходящего, умевшего пользоваться огнем, появляется приблизительно 600 тысяч лет назад, а следы неандертальца обнаруживаются в бассейнах всех трех великих китайских рек. Тропа от этих предшественников к носителям, смутно различимых культур, являющихся их преемниками во времена раннего неолита, приводит нас к Китаю, уже разделенному на две культурные зоны с местом встречи и перемешивания на Хуанхэ. Разобраться в многообразии взаимного культурного влияния, уже существовавшего к тому времени, не получается. Однако на таком неоднородном фоне возникает оседлое земледелие. Охота на носорога и слона на севере велась практически до X века до н.э. Как и в остальных частях света, появление земледелия в Китае тоже означало революцию. На мелких участках территории между реками Хуанхэ и Янзы это произошло чуть позже 9 тысяч лет до н.э. На значительно большей территории люди использовали растения для изготовления лыка и добывания продовольствия. Но знаний в этой сфере нам до сих пор катастрофически не хватает. Рис в некоторых областях вдоль Янзы собирали еще до наступления 8-го тысячелетия до н.э. и доказательства существования земледелия, предположительно выращивания проса на землях, находящихся чуть выше уровня паводка Хуанхэ, начинают появляться в то же самое время. Приблизительно так же, как в древнем Египте, первое китайское земледелие было делом полностью или практически полностью изматывающим для тех, кто им занимался. Участок земли очищали от растительности, в течение нескольких лет и затем оставляли, и он возвращался в дикое состояние, а земледельцы тем временем обращали свое внимание на новый участок. В районе, названном Срединной областью Северного Китая, разрабатывались приемы ведения земледелия, позже распространившиеся на север, запад и юг страны. Внутри этого района в скором времени появились сложные культуры, носители которых наряду с земледелием научились использовать нефрит и древесину для резьбы, одомашнили тутового шелкопряда, занялись изготовлением обрядовых судов в формах, которые со временем стали традиционными и, возможно, даже начали пользоваться палочками для еды. Другими словами, уже во времена неолита в данном историческом районе появилось многое из того, что позже отличало китайскую традицию. Китайское письмо, на котором во многом выстраивалась цивилизация Китая, существовало уже, по крайней мере, 3,2 тысячи лет назад. Точно так же, как Месопотамская клинопись и египетская иероглифика, китайское письмо начиналось с пиктограмм, к которым вскоре добавились еще и фонетики. В отличие от всех остальных великих цивилизаций, однако, символами китайского письма остались монограммы, обозначающие слова, а вот эволюции в фонетическом алфавите не произошло. Иероглиф для обозначения слова «человек» — сегодня в Северном Китае произносится «жень», остался более или менее без изменений с момента появления китайского письма. Представляющий собой явную пиктограмму, этот иероглиф стал означать слово «человек» и как таковой мог входить в состав других иероглифов, основанных на его значении и звучании. Уже во втором тысячелетии до нашей эры письменный китайский язык обрел гибкую и сложную систему, которая за большой период исторического времени получила признание практически во всех странах Восточной Азии. Вначале китайская письменность использовалась для ворожбы и обозначения кланов, но в скором времени ее внедрили в качестве административного и книжного языка. Для элиты письменная форма китайского языка служила показателем культуры страны и для огромного числа народа, далеко за пределами любого китайского государства, его освоение превратилось в фактор, определяющий сущность цивилизации. В эти времена можно обнаружить появление клановой структуры и тотемов с правилами и нормами поведения человека в пределах клана или семьи. Родство представляется практически первым атрибутом общества, роль которого развелась уже в исторические времена. Появление гончарных изделий тоже свидетельствует о некотором усложнении распределения ролей в китайском доисторическом обществе. Осколки глиняной посуды, относящейся приблизительно к девяти тысячным годам до нашей эры, удалось обнаружить в нескольких местах раскопок, проводившихся в Северном и Центральном Китае. Эту керамику изготавливали методом подбора глиняных колец, которым придавалась нужная форма, затем их декорировали и обжигали для прочности. К тому же просматриваются явные признаки дифференциации на горшки погрубее для повседневного использования и утонченную, эстетически более совершенную керамику для обрядовых целей. Уже изготавливались предметы, не предназначенные для приготовления еды и ее хранения. Сратифицированное общество, как нам представляется, появилось прежде, чем началась историческая эпоха. Одним из важных признаков будущего Китая, уже очевидным на данном этапе, можно назвать широкое использование проса как зерна, адаптированного к занятию земледелием в подчас засушливом климате Севера. Ячмень останется основной продовольственной культурой населения Северного Китая приблизительно до X века нашей эры. Им будут питаться общества, представители которых в отведенное им время постигнут грамоту, освоят великое искусство бронзового литья, основанного на сложной и передовой технологии, овладеют методами изготовления изящной глиняной посуды, намного более тонкой, чем сотворенная где-либо еще в мире, и прежде всего преуспеют в создании упорядоченной политической и социальной системы, которая предопределит первую важную эпоху китайской истории. Но следует еще раз напомнить о том, что земледелие, благодаря которому это стало возможным, в течение долгого времени существовало лишь на небольшой части территории Китая, и что большая часть этой огромной страны познакомилась с земледелием, когда исторические времена уже начались. В результате последних археологических раскопок обнаружилось, что начиная приблизительно с трехтысячных годов до нашей эры, на территории Китая существовало множество населенных пунктов, расположенных далеко за пределами долин реки восточной части Центральной области. От провинции Сычуань на западе до провинции Хунань на юге и Леодунского полуострова на севере обитали самостоятельные общины, представители которых постепенно стали общаться друг с другом. Можно заметить, как символы типа дракона и использование определенных материалов, таких как нефрит, распространяются по всей этой территории, даже при том, что ключевые политические единицы в ранней китайской истории появлялись в основных областях вдоль русел Великих рек на севере. Практически не приходится сомневаться в том, что ряд культурных элементов из других районов вписан в текст китайского «полимпсеста», обогащенного новыми слоями широкого значения, выраженного словом «Китай». Возможно, было бы практичнее сосредоточиться на документировании этих обменов, вместо того, чтобы пытаться отодвинуть проект китайского политического единства назад во времена династии Ся, которая, как предполагается правило в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Существование династии Ся – дело темное, но оживленные города с тысячами жителей существовали еще до оформления крупного политического образования. Былину о древних временах добыть очень трудно, но с достаточной достоверностью представить общие их черты все-таки можно. Ученые договорились о том, что история устойчивой цивилизации в Китае берет начало при правителях династии, названной Шан. Имя этой династии, относительно существования которой есть достоверное доказательство, стоит первым в традиционном списке династий в течение долгого времени служащим основой китайской хронологии. С конца восьмого века до нашей эры можно ориентироваться на более точные даты, однако для ранней китайской истории отсутствует хронология, столь же надежная, скажем, для того же Египта. Определеннее говорить о том, что где-то около 1700-х годов до нашей эры, а столетия в ту и другую сторону считается приемлемым пределом для предположений, шаны, обладавшие военным превосходством за счет находившихся у них на вооружении боевых колесниц, навязали свою власть своим соседям на значительном протяжении долины Хуанхэ. В конечном счете власть шанов распространялась на площади около 100 тысяч квадратных километров вокруг северной Хэнани. По площади это несколько меньше современной Англии, зато их культурное влияние простиралось далеко за пределы их царства. Существует свидетельство того, что оно достигало Южного Китая и северо-восточного побережья. Цари династии Шан жили и умирали в роскоши. Вместе с ними в глубоких и помпезных склепах хоронили тела рабов и принесенных в жертву людей. При дворе держали архивариусов и песцов, ведь мы имеем дело с первой действительно просвещенной культурой к востоку от Месопотамии. В этом состоит одна из причин верховенства династии Шан. Эти люди оказывали культурное влияние, простиравшееся далеко за пределы тех областей, над которыми они имели политическое господство. Политическое устройство владений самих царей Шан внешне зависело от объединения землевладений через обязательства перед царем. Воители-землевладельцы, служившие ключевыми фигурами того времени, считались ведущими членами аристократических родов полумифического происхождения. И все-таки правительство Шан находилось на передовом уровне развития, чтобы развивать грамоту и организовать обращение единых денег. Полноту их власти можно оценить по их способности организовывать огромные массы народа на проведение строительных работ по возведению оборонительных укреплений и городов. Правители династии Шан внесли большой вклад в развитие некоторых других областей, хотя неясно, обеспечили эти достижения сами Шаны или просто позаимствовали их у других китайских общин. При них появился относительно точный календарь, служивший ориентиром для составителей всех китайских календарей вплоть до современного периода. Они сформулировали некую форму религии вокруг высокого бога Ди, которому на протяжении правления последней династии обращались исключительно как к небесам. Они установили обряды жертвоприношений небесам или предкам, а также распорядились изготовить бронзовые сосуды, необходимые для исполнения таких обрядов. Они организовывали подданных на проведение сложных работ, в том числе коллективную расчистку новых участков земли. Но главное их достижение состояло в оформлении централизованной монархии, основанной на власти одного человека — царя, командовавшего своими вооруженными силами, которому соседние государства платили дань. Царство Шан было экспансионистским, но весьма привлекательным для всех других народов государством, отличавшимся передовой культурой и техническим превосходством. В эпоху Шан, как мы сегодня знаем, существовало множество независимых сообществ, населявших более крупные регионы, включая те, что находились далеко от ядра Шан, в Сычуании на западе. Большинство из них было обнаружено в поясе между великими реками на севере, и, вероятно, некоторые из них достигали уровня развития, равного культуре Шан, хотя в меньшем масштабе, и не со столь совершенной властью, как у данной династии. Было бы справедливым считать китайский центр объединением постепенно укреплявшимся посредством завоевания чужих территорий с одной стороны и путем культурной экспансии или переселения народов с другой. Начались эти процессы приблизительно в середине второго тысячелетия до нашей эры и постоянно продолжались до наших дней. Конечно же, ничего заранее заданного в этом процессе не было, и размер территории Китая увеличивался и уменьшался с укреплением или ослаблением власти в центре, а также в зависимости от степени единства страны. Но с точки зрения культуры, его экспансия в определенной степени беспощадна. Отдельные, но связанные друг с другом культуры росли вместе, затем захватывали соседние области, вырастали за пределами исходного ядра до тех пор, пока исключительно большое количество народа не ощущало, что принадлежит к одной культуре и разделяет общее наследие. Чтобы такое случилось, культурные элементы, ставшие общими, должны были обладать привлекательностью, а также быть представлены могущественными и властными вождями. Преобладающий режим, которому суждено было прийти на смену династии Шан в XI веке до нашей эры, вошел в историю Китая как династия Чжоу. Она сформировалась в виде меньшего царства, платившего дань царям династии Шан, но потом подняла мятеж против более могущественного объединения, когда согласно китайской традиции к нему предъявили безрассудные требования. С переходом власти от династии Шан к династии Чжоу в Китае устанавливается шаблон цикличной смены династий. Справедливый правитель действует в соответствии с волей небес и основывает великую династию, которая позже вырождается и к власти приходят грешники-злодеи. Против такого государства выступает новый праведный правитель, заручившийся волей небес, и сокрушает его. Так как историю предыдущей династии обычно писали представители династии, пришедшие ей на смену, нетрудно себе представить, как с самого начала внедрялся шаблон цикличной смены власти. Что касается свержения правителем Чжоу династии Шан, нам известно о встрече армий двух государств в Великой битве при Муе в центральной области Хэнани в 1045 году до н.э. Войско царя Чжоу одержало решающую победу, вероятно, с помощью передовых типов боевых колесниц. Поле в окрестностях Муе было таким просторным, колесницы из сандалового дерева так блестели, экипажи из четырех воинов так гнали, сообщает очевидец тех событий. Возможно, правитель царства Чжоу обладал мандатом небес. Это понятие они сами же внедрили, но передовая военная техника ему совсем не помешала. Цари династии Чжоу установили в Китае форму государственности, просуществовавшую весьма продолжительное время. Невзирая на существование некоторых других государств, правители которых, с одной стороны, налаживали сотрудничество с Чжоу, а с другой предпринимали попытки объединиться в борьбе против их господства, эта новая династия стала образцом для любого китайского правительства, уже потому, что ее власть сохранялась столь долго, в той или иной степени она существовала до III века до н.э. Эта династия провела 275 лет в одной и той же столице, городе Фэнхао, позже получившем известность под названием Чанань, сегодняшний Сиань, ставшим главной столицей Китая на без малого 2000 лет. Уже при правлении первого поколения династии Чжоу, ее цари перенесли свои пределы до самого восточного побережья Китая, создав тем самым намного более крупное государство, какого в этом районе никогда прежде не существовало. Боцзюэ Чжоу, служивший советником при своем племяннике, первом царе Чжоу, сотворил китайский идеал чиновничьего правления, основанного на предоставленном царю мандате небес. Чтобы его не утратить, царь должен был править справедливо и на благо всего своего государства. Чиновников для такого государства предписывалось готовить на принципах нравственных добродетелей, и они должны были обладать способностями к управленческой деятельности. В интересах упорядочения подготовки чиновников были составлены классические учебники по этике и искусству управления государством. Представители династии Чжоу демонстрировали одержимость созданием действенной меритократии и придавали такое большое значение бумажной работе, что даже распоряжения о назначении чиновников самого низкого звена исполнялись в трех экземплярах. Поэтому нам так много известно о них. Они к тому же постепенно провели ревизию обрядов династии Шан, доведя их до уровня масштабных государственных ритуалов, предназначение которых заключалось в наглядной демонстрации праведности правителя, а также его связей с собственным народом и предками. Такой представляется тогдашняя идеология, которую наследуют приходящие на смену Чжоу империи и станут пользоваться ею как своей собственной. Сам принцип распространять влияние, преподавая уроки праведного правления, тоже возник у царей династии Чжоу. Несмотря на то, что правители данной династии увеличили свои владения, расширением границ они занимались как минимум до 771 года до нашей эры, их главная заслуга в сотворении Китая заключалась в том, что они изобрели контуры построения цивилизованного правительства. Древнейшие цари, говорится в одном комментарии, составленном позже, позаботились о том, чтобы проявить свои высокие духовные качества, тем самым убеждая дальних соседей войти, их единомышленников. Правители многочисленных государств принесли им дары, а их вожди приходили из всех палат и встречали посланцев как близких родственников. Правители династии Чжоу навязывали свое влияние завоеваниями, но они также обладали способностью добиваться культурного господства, которому предстояло намного пережить их собственную политическую гегемонию. Эта культурная господство нашло отражение в искусстве Чжоу, которое представляется нарезка к притягательным явлениям. Из архитектуры династий Шан и Чжоу мало что дошло до наших дней, так как здания в то время обычно строили из дерева, а по оформлению склепов трудно составить достоверное впечатление. В результате археологических раскопок городов мы имеем представление о достижениях мастеров тех времен в области массовой застройки. Они возвели глинобитную стену одной из столиц династии Чжоу высотой 9 и толщиной 12 метров. Предметов более мелких сохранилось в изобилии, и, судя по ним, мастера во времена династии Шан умели изготавливать изящные изделия, прежде всего керамическую посуду, не превзойденную нигде в древнем мире по красоте. Истоки такого мастерства лежат еще во временах Неолита. Почетное место, тем не менее. Следует уступить большой серии изделий из бронзы, которые начали изготавливать на заре династии Шан и после этого уже не прекращали. Ремесло литья жертвенных емкостей, горшков, кувшинов для вина, оружия и тренок достигло расцвета в 1600-х годах до нашей эры. И кое-кто из ученых утверждает, будто технология литья по выплавляемым моделям, обеспечившая возможность новых достижений, в эпоху Шан уже широко использовалась. Бронзовое литье появляется настолько неожиданно, и ремесло сразу достигает таких высот, что издавна многие пытаются объяснить это заимствованием данного приема извне. Но каких-либо подтверждений заимствования обнаружить не удается, и наиболее вероятное происхождение китайской металлургии видится в ее развитии в нескольких центрах на территории Китая конца Неолита. В древние времена изделия из бронзы не покидали пределов Китая, по крайней мере, ни одной из них не обнаружили где-либо еще раньше середины первого тысячелетия до нашей эры. За пределами Китая найдено совсем немного древних предметов, которым китайские творцы приложили руку. Например, украсили резьбой камни или покрыли затейливыми и прекрасными сюжетами потрясающей твердости нефрит. Помимо того, что китайцы восприняли от своих диких кочевых соседей, им не только мало чему было учиться у внешнего мира вплоть до относительно дальнего погружения в историческую эпоху, им также не приходило в голову, что представители внешнего мира, если они вообще знали о существовании Китая, хотели чему-то у них научиться. Эпоха династии Джоу с политической точки зрения в той или иной степени завершилась к 770 годам до нашей эры. Эта династия продолжилась как восточная Джоу, почитаемая, но все более политически несостоятельная. Ее столицу, город Фэнхао, разрушили дикие племена. В эпоху Чуньцю, весен и осеней, продлившуюся до 480-х годов, наблюдалось постепенное развитие системы сосуществования нескольких царств, которая включала объединенные в союзы княжества, никогда не находившиеся под господством династии Джоу, но к тому времени перенявшие ее формы и обряды правления. В качестве стержня этой системы служили владения преемники династии Джоу, называвшиеся срединными государствами или Джунго, и со временем это название стало китайским обозначением данной страны. Элита этих государств возложила на себя особую ответственность за сохранение в качестве идеала системы правления, сформированной при династии Джоу, когда дела у нее складывались вполне благополучно. При том, что эти элиты редко отличались военной мощью, они все равно настаивали на том, что продолжение праведного правления в пределах границ каждого китайского государства является их коллективной задачей. Таким своим поведением они, вероятно, много сделали ради поддержания истинного понятия культурного Китая на протяжении смутных времен, чем государство, получившее известность на китайской периферии. Хотя народу Китая приходилось учиться жить в условиях вражды государств, длившиеся больше пятисот лет после краха династии Джоу, концепцию некой формы единства удалось сохранить, по крайней мере на некоторое время, путем регулярных межгосударственных встреч и через введение должности БА, главного правителя. Эта своеобразная организация объединенных наций середины первого тысячелетия до нашей эры явно возникла из желания предотвратить войну, которая рассматривалась как братоубийственная. Несмотря на регулярные вооруженные конфликты, положение равновесия удалось распространить на остальные части Китая, что, как минимум на протяжении около двухсот лет, помогало обеспечивать состояние скорее мира, чем войны. Самое поразительное заключалось в том, что при всей разобщенности территории экономические и культурные достижения развивались и распространялись тогда намного шире, чем прежде. В середине первого тысячелетия до нашей эры в Китае наблюдалось значительное увеличение производительности земледелия и скотоводства, за счет которых в скором времени появилась возможность прокормить намного более многочисленное население. Главное прорывы удалось сделать в орошении и совершенствовании обработки почвы, что послужило повышению ее урожайности. Активизировалось общение, а с ним и торговля. Попытки отдельных государств поставить торговлю под контроль более чем возмещались потребностями каждой из территорий, и властям этих государств приходилось оставлять протекцию своим купцам. Созданию единой хозяйственной системы к тому же способствовало изобретение чеканки монет. Тогда имели хождение много валют, но доверие к ним шло через центральную китайскую область, так как никто не видел интереса в обесценивании металлических денег. Какое-то время после краха династии Джоу равновесие сил явно служило сразу нескольким целям. Но к пятому веку до нашей эры, когда периферийные державы нарастили свое влияние и пошли на обострение отношений друг с другом, стало ясно, что центру власти больше не удержаться и что наследия династии Джоу недостаточно, чтобы сохранять хоть какую-то видимость стабильности. В конце периода весен и осени в Китае появилось глубокое и стойкое ощущение близости социального и политического перелома. В результате активизировались споры по поводу основ власти и этических норм. Данный период остался в истории Китая как эпоха соперничества «Ста школ», когда странствующие философы переходили от одного покровителя к другому, разъясняя им свои учения. Одним из признаков этого нового явления было возникновение школы писателей, известных как легисты. Говорят, они предлагали, чтобы законодательная власть пришла на смену соблюдению ритуала в качестве принципа организации государства. Закон должен быть единым для всех, а предписывать его и зорко следить за его исполнением должен один правитель. Своей целью легисты ставили создание богатого и мощного государства. Многим их оппонентам такой подход казался не больше, чем циничной доктриной власти, но в несколько последующих столетий легисты добились больших успехов, так как царям, по крайней мере, их идеи пришлись по душе. Эти дебаты продолжались относительно долго. Главными противниками легистов в таких спорах выступали последователи наставника, считающегося самым знаменитым из всех китайских мыслителей Конфуция. Это имя философа стало привычным, хотя так его назвали в силу латинизации китайского «кун-фу-цзы» или «учитель-кун». Конфуцию суждено было удостоиться глубочайшего уважения в Китае, недостижимого для всех остальных китайских философов. Все, что он сказал, или считается, будто сказал, обусловило взгляды его соотечественников на протяжении двух тысяч лет, и он заслуживает уважения за яростные нападки, которым подвергалось его учение со стороны властей первых постконфуцианских китайских государств в двадцатом веке. При рождении Конфуцию дали имя Кун-цзю, а родился он в мелком княжестве Лу, нынешней провинции Шаньдун, в 551 году до н.э. Так как его отец умер, когда Кун-цзю был совсем юным, мальчика воспитывала мать, и, вероятно, учился он на счетовода. Знатный род Конфуция дал Китаю много влиятельных ученых и чиновников, и самому Конфуцию пришлось какое-то время послужить распорядителем амбаров, но на высокие посты в государственном аппарате ему явно не приходилось претендовать. Не найдя правителя, готового воплотить в жизнь его рекомендации по формированию справедливого правительства, он обратился к размышлениям и воспитанию учеников. Философ ставил перед собой целью разработку рафинированной и более отвлеченной версии доктрины, которую он считал достойной лечь в основу обычаев, позволяющих восстановить целостность натуры и бескорыстное служение правящему классу. Он был консервативным реформатором, стремящимся преподавать ученикам неприходящие истины древних путей, дао, о вещественных и заглушенных установленным рутиной жизни. Где-то в прошлом, думал он, затерялась сказочная эпоха, когда каждый человек знал свое место и исполнял свои обязанности, своей нравственной задачей, Конфуций считал возвращение к тому порядку. Он проповедовал принцип порядка, придание его всему на должном месте в великой гамме повседневности. Практическое выражение этого принципа находим в мощной конфуцианской предрасположенности к содействию институции, способной обеспечить порядок семьи, иерархии, старшинства, и должном почтении многочисленных тщательно распределенных обязанностей между людьми. Приверженцы учения Конфуция должны были уважать традиционную культуру, высоко ценить хорошие манеры и приличное поведение в обществе, а также стремиться к выполнению своего нравственного долга через безупречное исполнение служебных обязанностей. Незамедлительный успех такого учения проявился в том, что многие ученики Конфуция удостоились славы и мирского признания, хотя сам Конфуций учил отказу от умышленного преследования таких целей, призывая к вежливому устранению в тень. Но значительное достижение Конфуция в более широком плане состояло в том, что позже многие поколения китайских государственных чиновников готовили к службе на предписаниях поведения и правления им самим же сформулированных. Умение работать с документами, правильное поведение, преданность и честность. Так звучат четыре заповеди, приписываемые ему в качестве руководства к действию по управлению государственными делами, помогавшие на протяжении столетий формировать отряды надежных, бескорыстных и даже человеколюбивых государственных служащих. В деле восстановления принципов старины главным моментом Конфуций называл обязанность каждого человека совершенствовать свою личность. Но цивилизованному человеку, к тому же, требовалось подстраивать свое поведение в общении с другими людьми таким образом, чтобы оно соответствовало заповедям, предписанным древними предками. Во многом точно так же, как позже прозвучит в христианской Библии, Конфуций полагал, что в этом отношении поможет принцип взаимного смысла этики. Он сказал «не делай другому того, чего себе не пожелаешь». Изучение истории он считал ключом к полному нравственному ощущению и совершенствованию умения управлять государством, и точно так же, как он настаивал на преданности делу верховной добродетели, он обращал внимание на прямоту, без которой даже в несчастье не обойтись. Попустительство тем, кто издает неправомерные приказы, ведет к крушению страны. Мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, говорил учитель Кун, смелый не знает страха. Позже к трактатам Конфуция стали относиться с неким религиозным трепетом. Его имя придавало престиж всему, с чем его связывали. Говорили, что он составил сборник произведений, получивших название «тринадцати книжие» — Ши Сань Цзин, свой окончательный вид, принявшее в тринадцатом веке нашей эры. Подобно Ветхому Завету, это «тринадцати книжие» представляло собой свод разнообразных древних стихов, хроник, некоторых государственных документов, нравственных поучений и теории ранней космогонии, названной книгой перемен. Оно использовалось на протяжении многих веков для формирования поколений государственных служащих Китая и правителей, которые воспитывались на предписаниях, как полагалось, одобренных Конфуцием. Параллель с использованием Библии, по крайней мере, в протестантских странах, здесь тоже выглядит поразительный. Штамп качества проставлен на данный сборник по традиции с верой в то, что сам Конфуций составил его, и поэтому в нем провозглашена доктрина, в которой воплотилось конфуцианское учение. Кстати, он стимулировал расширенное использование китайского языка, на котором трактаты «тринадцати книжия» написаны в качестве общего языка интеллектуалов Китая. Этот сборник послужил еще одной связью, сплачивающей громадную и разнообразную страну на основе общей культуры. Поразительно, что за оставшуюся свою жизнь Конфуций умер в 479 году до нашей эры, у этого философа нашлось так мало мыслей о сверхъестественном. В привычном значении слова он не был наставником своей, так сказать, религии, чем, вероятно, объясняется значительно больший успех религиозных учителей у народных масс. По сути, его занимали прагматические нравственные обязательства, и акцент на эти обязательства он разделял с несколькими другими китайскими наставниками V и IV веков до нашей эры. Возможно, такая печать тогда была потому так твердо поставлена, что представителей китайской философской мысли явно меньше беспокоила отчаянная неуверенность по поводу окружающей действительности или вероятности личного спасения, чем другие традиции, предосаждавшие им больше, уроки прошлого, мудрость прежних времен и поддержание доброго порядка представляли большую важность его учений, большую, чем разгадывание теологических головоломок или поиск утешения от рук темных богов. Но все-таки при всем его великом влиянии и более позднем возведении в статус официального культа, Конфуций был не единственным творцом китайской интеллектуальной традиции. На самом деле тон китайской интеллектуальной жизни, возможно, задавался представителями не какого-либо одного учения. Конфуцианство разделяет некоторые положения с другими восточными философскими школами, основатели которых делали упор на созерцательном и отражающем действительность подходе, а не на методическом и познавательном, более знакомом европейцам. Формирование знания через систематическую постановку вопросов перед своим сознанием о природе и масштабах собственных способностей не относилось к особенностям деятельности китайских философов. Это не означает, что они проявляли склонность к фантазиям, поскольку конфуцианство представляет собой исключительно практическую теорию. В отличие от нравственных мудрецов, иудаизм, христианство и ислама, китайские мудрецы предпочитали думать о происходящем здесь и сейчас, обращаться к прагматичным и светским проблемам, а не к богословию и метафизике. Период, пришедший вслед за кончиной Конфуция и получивший название эпоха сражающихся царств с рубежами около 481-221 годов до нашей эры, во многих отношениях ознаменовал приход правителей, которые придерживались прямо противоположных принципов, чем те, что проповедовал наш великий мудрец. С эпохой раскола пришло время кровавых вооруженных столкновений, так как система, связывавшая отдельное княжество времен заката династии Джоу, рухнула. Самые могущественные княжества участвовали в серии войн, в ходе которых возникли государственные образования нового типа, то есть максимально милитаризированные. С милитаризацией государств появилась масса новаторских военных изобретений. Дугообразные луки и железные копья, отличавшиеся невиданной до того времени прочностью, формирование пехоты, предназначенной для наступательных видов боя, прошедшая передовую выучку конница, усовершенствованные доспехи и шлемы, была разработана тактика ведения осады, после которой от городов и целых княжеств оставались развалины. Самый наглядный трактат того времени принадлежал кисточке отнюдь ни одного из многочисленных философов того периода. Зато увидел свет справочник под названием «Искусство войны», составленный стратегом по имени Сунь-Зы, историчность которого вызывает сомнения. Принципы Сунь-Зы отличаются внутренним единством и двойственностью внешней направленности, согласно «Искусству войны». Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты и близко, показывай, будто ты далеко. Хотя бы ты и далеко, показывай, будто ты близко. Заманивай его выгодой, приведи его в расстройство и бери его. Если у него всего полно, будь наготове. Если он силен, уклоняйся от него, вызвав в нем гнев. Приведи его в состояние расстройства, приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение. Если его силы свежи, утоми его. Если они у него дружны, разъедини. Нападай на него, когда он не готов. Выступай, когда он не ожидает. Сунь-Зы к тому же рекомендовал централизацию средств, необходимых для ведения войны. Сановники должны платить налоги центру и находиться в постоянной готовности последовать за царем в бой. По прошествии времени одни только сановники могли позволить себе приобретение лошадей и более дорогого оружия и доспехов, все в большем количестве поступавших на вооружение. Воин, использующий боевую колесницу в качестве платформы для стрельбы из лука, прежде чем спешится, чтобы вступить в последнюю стадию сражения, пользуясь бронзовым оружием, заключительные века перед наступлением христианской эпохи в Европе эволюционировал в члена расчета в составе двух или трех воинов, закованных в доспехи, продвигающихся в сопровождении шестидесяти или семидесяти слуг и помощников, а также боевой повозки, нагруженной тяжелыми доспехами и новым оружием типа выгнутого лука, тяжелого железного копья и меча, необходимых на месте действия. Сановник при такой системе остался той же ключевой фигурой, как в прежние времена. Вся история Китая отнюдь не сводилась к раздробленности, конфликтам и разрушению, как весьма смутный период, предшествовавший эпохи сражающихся царств. Эта эпоха к тому же отмечена появлением великих городов и дворцов, прекрасных произведений искусства, а также достижениями в науке и медицине. Дальнейшее развитие получили ремесла мастеров по изготовлению изделий из бронзы и керамики, но теперь такое развитие сопровождалось сотворением искусственных изделий из лака, текстиля и шелка. В результате последних находок в провинции Цзян-Си миру явились одежда аристократов, сшитая из тонкого шелка, изготовленного с применением поразительных приемов окрашивания и ткачества, намного более совершенных, чем те, которыми китайцы пользовались в предыдущие периоды своей истории. Извояние из склепов данной эпохи являют собой натуралистические портреты людей и служат наглядным свидетельством громадных достижений китайцев в скульптуре, живописи и рисунке в конце первого тысячелетия. К двухсотому году до нашей эры в китайском искусстве появился стиль, господствовавший на протяжении практически всего следующего тысячелетия. Первые существенные достижения в китайской медицине также приходятся на данный период раздоров и кажущегося политического краха. Древнейший труд по китайской медицине «Трактат желтого императора о внутреннем» Хуан-Ди Нэй-Дзин составлен в первом веке до нашей эры, но в его основу легли более древние трактаты, в которых даются рекомендации по постановке диагноза и лечению разнообразных недугов. Он представляет собой подробный медицинский справочник, который определял правильные и неправильные отношения между человеком, природой и небесами, в общих чертах приводится анатомия и патологии пациента, а также прокладывались пути к правильным диагностическим и терапевтическим решениям. Главное, что в этих трактатах развенчиваются прежние теории знахарства и других форм чародейства, а вместо них даются результаты наблюдений и подтвержденных благоприятных воздействий трав и снадобий. Иглоукалывание вошло в китайскую медицину примерно в то же самое время и с тех пор считается главным ее открытием. Еще одной областью, получившей бурное развитие в то время, следует назвать астрономию. Ши Шэнь с коллегами-астрономами составил подробный атлас звезд, а также вел наблюдения за пятнами на Солнце и их изменениям. Китайские астрономы открывали и регистрировали кометы и планеты. Уже нашел свое применение простейший компас. Практически все эти открытия пришлось сделать ради составления более точного календаря, обеспечения мореплавания, а также налаживания корректных отношений внутри государства и между княжествами. Китайские астрономы верили в то, что несправедливости ошибки на Земле отражались в небесном беспорядке, и даже при том, что на небе существовала его собственная действительность, она была связана с действительностью человеческих жизней во всех ее проявлениях. Солнечное затмение или землетрясение предупреждали об ухудшении в судьбе государства, но они также давали ученым шанс наблюдать собственно астрономические земные явления как таковые. Обычным людям такие наблюдения пользы приносили мало. Народ больше занимало то, что им могла дать земля, а не предсказание небес. За все, чего руководители Китая добились в развитии цивилизации и государственной власти, заплатило огромное сельское население. Насколько мало нам известно об их бесчисленных жизнях, говорить не приходится. Еще меньше информации обнаруживается о безымянных массах тружеников любой древней цивилизации. Этому существовала одна убедительная физическая причина. Жизнь китайского земледельца протекала поочередно в его глинобитной лачуге, фанзе, зимой и в полевой времянке, где он проводил летние месяцы, когда требовалось сторожить растущие зерновые культуры и заниматься уходом за ними. От этих фанз и полевых времянок практически не сохранилось следов. В остальном, этот земледелец погрузился в неизвестность своей общины, привязанной к земле, иногда покидавшей свой надел ради исполнения других повинностей, а также услужения своему господину на войне или на охоте. Литературное творчество и совершение истории оставались уделом носителей власти, мудрецов и чиновников, аристократии и царей. При том, что ближе к завершению периода сражающихся царств структура китайского общества должна была приобрести значительно более сложный вид. Отличие простого народа от представителей благородного происхождения никуда не девалось. Последствия не заставили себя ждать. Представители знати, например, не подвергались наказаниям, таким как нанесение увечья, предписанным законом для простолюдинов. Такое положение права сохранилось в более поздние времена, когда представители аристократии освобождали от порки, которую могли спокойно присудить тому же простолюдину, хотя, конечно же, за очень тяжкие преступления дворян подвергали достойному и даже жестокому наказанию. Дворянство давно пользовалось исключительным правом на материальные ценности, причем оно пережило его прежнюю монополию на металлическое оружие. Как бы то ни было, эти права не являлись решающими признаками статуса. Главное отличие знати от простолюдинов лежало в плоскости ее особого религиозного положения, основанного на исключительном праве исполнения некоторых ритуальных предписаний. Только знати позволялось участие в культовых обрядах, лежащих в сердцевине китайского понимания родства. Только дворянин мог принадлежать роду, что означало наличие у него предков. Традиция почитания предков и искупительного жертвоприношения их духом существовала задолго до династии Шан, хотя представляется так, что в древнейшие времена совсем немногие предки могли считаться обитателями мира духов. Вероятно, такое счастье выпадало очень немногим душам, принадлежащим особенно выдающимся деятелям, скорее всего, ими слыли правители, происхождение которых, как считалось, восходило к самим богам. Род появился в результате юридического оформления и подразделения клана, и его фактическая классификация произошла как раз в период правления династии Джоу. Тогда получили оформление около сотни благородных кланов, браки внутри которых категорически запрещались. Основателем каждого из этих кланов предполагался один из китайских героев или богов. Патриархальные главы клановых родов и семей пользовались особым авторитетом у их членов, в обязанность им вменялось исполнять все обряды, и через эти обряды влиять на духов, чтобы те от имени клана выступали в качестве посредников, имеющих выход на силы, управляющие делами мироздания. Практика таких обрядов определяла деятелей, уполномоченных владеть землей или достойных назначения на государственную службу. Клана предусматривалась своего рода внутренняя демократия. Любой член клана мог рассчитывать на назначение на самую высокую должность в нем, так как за ним признавались высокие достоинства богоподобным происхождением. В этом смысле царь числился всего лишь примус интер парас, первым среди равных патрициев. Деятельность рода поглощала огромные силы религиозного чувства и умственной энергии. Его ритуалы были обременительными и отнимающими много времени. Простолюдины, не привлекавшиеся к родовым обрядам, находили выход своему религиозному рвению в поклонении богам, олицетворявшим силы природы и естественные стихии. Этим богам элита всегда уделяла достойное внимание. Поклонение горам и рекам, а также умиротворение их духов, являлось важной обязанностью императоров с самых древних времен. Но они должны были оказывать влияние на развитие определяющей линии китайской мысли, меньше, чем подобное представление в других религиях. Религия отзывалась громким отголоском в политической сфере китайского государства. Главным аргументом претензии первых правящих домов на всеобщее повиновение они называли их религиозное превосходство. Посредством проведения обрядов они, и только они одни, обладали выходом на доброе расположение невидимых сил, о намерениях которых можно было узнать у жрецов. После получения толкований жрецов появлялась возможность упорядочить земледельческую деятельность общины, ведь именно жрецы управляли такими вопросами, как время посева или сбора урожая. Следовательно, многое зависело от духовного положения самого царя. Оно представляло первостепенную важность для государства. Данное утверждение подтвердилось в том, что смещение царем Джоу династии Шан, наряду с военным путем, произошло и по религиозной линии. Возникла идея о существовании бога, занимавшего более высокое положение, чем родовой бог династии Шан, причем новый бог распоряжался мандатом небес на управление государством, и этот бог, заявили соответствующие жрецы, постановил, чтобы мандат передали в другие руки. Снедрением такого циклического взгляда на историю пошли разговоры о том, что следует считать признаками, по которым можно признавать владельца нового мандата небес. Прежде всего это «сыновнее благочестие», и с такой позиции подразумевался некий консервативный принцип. Но летописцы династии Джоу к тому же ввели в обращение понятие, передающееся словом «добродетель». Понятно, что трактование данного понятия было весьма эластичным, по его поводу возможны были разногласия и споры. Во времена династии Шан все великие государственные и многочисленные мелкие решения принимались после их согласования с жрецами. Жрецы проводили следующий обряд. На черепашьих панцирях или костях лопатки определенных животных гравировали иероглифы, а затем к ним прикладывали раскаленную бронзовую иголку таким образом, чтобы на обратной их стороне появились трещины. Потом изучали направление и длину этих трещин относительно иероглифов, и жрец объявлял их соответствующее толкование царю. Такой ритуал представлялся чрезвычайно важной практикой с точки зрения историков, поскольку подобные предсказания, предположительно, хранились в качестве своеобразных летописей. Они представляются нам свидетельствами основы китайского языка, так как эти знаки на гадальных костях и на некоторых древних изделиях из бронзы напоминают классические китайские иероглифы. При династии Шан существовало около пяти тысяч таких иероглифов, хотя не все их можно прочитать. На протяжении столетий письмо будет оставаться ревностно охраняемой привилегией правящей верхушки. Толкователи предсказаний, или так называемые ши, послужили предшественниками более позднего класса эрудированного дворянства. Их считали бесценными специалистами, обладателями иеротических, и мистических навыков. В более поздние времена их монополия перешла к намного более широкой прослойке ученых и чиновников. Таким образом, письменный язык остался формой общения относительно немногочисленной элиты, представители которой не только понимали свои привилегии, коренящиеся во владении таким языком, но к тому же видели свой интерес в предохранении его от извращения или видоизменения. Письменный китайский язык играл громадную роль в качестве объединяющего и стабилизирующего средства, потому что он превратился в язык управления и культуры, позволяющий преодолевать деление народов по отличию диалектов, религии и областей проживания. В период сражающихся царств его применение элитами связало страну в единое целое культурное пространство. К третьему веку до нашей эры, когда Китаю предстояло приобрести новую форму политической организации в виде империи, тем самым определились несколько великих детерминант будущей китайской истории. Такое преобразование наступило после появления растущего числа признаков социальных изменений, сказывающихся на функционировании ведущих общественных учреждений. Удивляться тут нечему. Китай долгое время оставался в основном аграрной страной, а изменения часто возникали в силу нехватки ресурсов для обеспечения потребностей растущего населения. Изменение вызвало открытие методов получения железа, использование которого смогло начаться около 500 года до нашей эры. В самом начале орудия труда изготавливались методом литья. Об этом можно говорить, так как обнаруженные литейные формы для изготовления лезвий серпа относятся к шестому или пятому векам. На самой заре обращения с новым металлом китайцы владели весьма передовыми приемами. Возможно, через развитие приемов литья бронзы или с помощью экспериментов с печами по обжигу керамики, в которых смогли поднять высокую температуру. Но китайцы так или иначе пришли к литью железа приблизительно в то же самое время, когда научились его ковать. Точная очередность технических открытий нам не важна. Зато примечательно то, что достаточно высокие температуры для литья железа в других уголках планеты удалось получить девятнадцать или около того веков спустя. Еще одно важное изменение в данный период китайской раздробленности заключалось в бурном росте городов. Их в большинстве основывали на равнинах около рек. Но первый из них, вероятно, приобрел свою форму и местоположение по воле землевладельцев, использовавших храмы в качестве центров управления своими вотчинами. Города тяготели к прочим храмам, посвященным богам, олицетворявшим силы природы и природные стихии, и их жителями становились члены общин этих храмов. Затем, с конца династии Джоу, начал проявляться новый масштаб правительства. Мы находим мощные крепостные валы и городские стены, кварталы обитания аристократии и придворных особ, а также развалины очень крупных зданий. К концу времен династии Джоу, ее главный город Чэнчжоу, пригород современного Лояна в Хэнани, окружали прямоугольные земляные валы протяженностью почти три с половиной километра каждый. К трехсотым годам до нашей эры в Китае появилось уже множество городов, и их распространение обусловило все большее разнообразие состава общества. Многие из них подразделялись на три самостоятельные территории – небольшой огороженный квартал аристократии, квартал побольше для ремесленников и купцов, а также поля за пределами стен, с которых кормилось все население города. Одним из важных новых явлений представляется так называемый торговый класс. Землевладельцы вряд ли высоко ставили данное сословие, зато оно обеспечивало обращение денег, по которому можно судить о значительном усложнении хозяйственной жизни Китая и появлении специалистов в сфере торговли. Кварталы купцов и ремесленников отделялись от кварталов знати стенами и крепостными валами вокруг последнего, но они тоже находились в пределах стен города, который нуждался в защите от нападения извне. На торговых улицах городов периода сражающихся царств встречались лавки, хозяева которых торговали ювелирными украшениями, сувенирами, едой и одеждой, а также трактиры и горное заведение и притоны разврата. Весь конец эпохи первого тысячелетия был отмечен отсутствием порядка и растущим неверием в критерии, по которым признавалось право на управление государством. Выживание князей, претендовавших на Китай, требовало правительств понадежнее и вооруженных сил помощнее, и часто они радовались появлению новаторов, готовых игнорировать традицию. То же самое можно сказать о системах взглядов, сторонники которых отвергали конфуцианство, и эти системы возникли в Китае, когда на них возник спрос. Одной из них была теория мыслителя пятого века до нашей эры, Мо-Дзы, проповедовавшего учение о всеобщей любви. Люди должны любить себе подобных, как собственных родственников. Кое-кто из его последователей делал упор на этой стороне его учения, другие на религиозном усердии, то есть поощрении и почитании духов, и оно пользовалось большой популярностью у народа. Другой великий китайский мыслитель по имени Лао-Дзы, чья слава затмевает тот факт, что нам о нем фактически ничего не известно, якобы составил трактат, считающийся ключевым документом философской системы, позже названной даосизмом. Эти учения представляются наиболее очевидными в отрицании конфуцианства, ведь их адепты отстаивали радикальное пренебрежение многим из того, за что выступали конфуцианцы, например, уважение установленного порядка, благопристойность и скрупулезное соблюдение традиции с обрядом. Даосы предлагали ориентироваться на концепцию, уже существовавшую в китайской философии и знакомую конфуцию великого дао, или так называемого пути, то есть космического принципа, на котором строится и поддерживается гармонично организованная вселенная. Практическими результатами всего этого могли явиться политический квиетизм, пассивность и отрешенность. Одним из идеалов, продвигавшие его сторонники, называли то, что жители каждой деревни должны знать, что остальные деревни существовали потому, что ее обитатели слышат крики их петухов по утрам, но им не следует иметь каких-либо дел с соседями, не вести никакой торговли и не заключать никаких политических договоров, связывающих их. Такая идеализация примитивизма жизни и нищеты вступала в прямое противоречие с имперской политикой и идеей процветания народа, предлагаемых приверженцами конфуцианства. Руководителям всех школ китайской философии приходилось принимать во внимание конфуцианское учение, настолько высоким были его престиж и влияние. Мудрец более позднего, четвертого века до нашей эры, Мэн Цзы, наставлял людей искать благоденствие человечества в конфуцианском учении. Само следование конфуцианским путем служило бы гарантией того, что в основе своей милосердная натура человека с заглавной буквы сама проявит себя. Более того, придерживающийся конфуцианских принципов правитель должен прийти к власти и править всем Китаем. В конечном счете, наряду с буддизмом, который к концу эпохи сражающихся царств в Китае еще не пришел, и даосизмом, конфуцианство по обыкновению будет упоминаться как одно из трех учений, лежащих в основании китайской культуры. Всеобщее воздействие таких взглядов уловить сложно, но оно представляется огромным. Трудно сказать, сколько людей непосредственно воспринимали эти доктрины, а в случае с конфуцианством, период его мощного влияния к моменту ухода Конфуция из жизни еще ждал своего расцвета в отдаленном будущем. Все же нравственное воздействие конфуцианства с точки зрения направления деятельности элиты Китая следует оценить как грандиозное. Им определялись нормы и идеалы поведения вождей правителей Китая, существующие и в наши дни. Более того, некоторое его предписание, циновнее благочестие, например, распространялось вниз в народную культуру через предания и традиционные сюжеты изобразительного искусства. Таким образом, конфуцианство послужило дальнейшему сплочению цивилизации, многие наиболее поразительные черты которой фактически сформировались в III веке до н.э. Конечно же, его положение подвигли правителей Китая обратиться к прошлому своей страны, что придало характерную направленность китайской историографии, и при этом возникли известные препятствия на пути некоторых форм научного познания. Судя по дошедшим до нас свидетельствам, после V века до н.э. традиция астрономических наблюдений, позволившая делать предсказания лунных затмений, пошла на спад. Кое-кто из ученых видел одну из причин заката традиционной астрологии во влиянии конфуцианства на государство. В целом говоря, великие школы этики Китая представляют собой один поразительный пример того пути, на котором обнаруживаются практически все категории отличия его цивилизации от категорий европейской традиции и, разумеется, от категории любой другой цивилизации, известной нам. Уникальность китайской цивилизации определяется не столько относительным ее уединением, сколько ее живостью. Для создания Китая потребовалось объединение двух великих сил. Первой из них было непрерывное распространение китайской культуры за пределы территории бассейна Хуанхэ. Сначала китайская цивилизация представлялась в виде крошечных островов в море дикости. Тем не менее, к пятисотому году до нашей эры она принадлежала многочисленным, быть может, сотням, что называется, государств, рассеянных по китайскому северу, области Янзы и восточной части Сычуани. Эта цивилизация, к тому же, постепенно охватывала южные и центральные области, где теперь находится провинция Хунань, северные области провинции Цзянси и провинция Джеззян. В том же последнем регионе постепенно расширялась территория одного из государств эпохи сражающихся царств, царства Чу. При том, что это царство многим обязано было династии Джоу, у него имелось много собственных языковых, холлиграфических, творческих и религиозных отличительных черт. К завершению периода сражающихся царств мы оказываемся в точке, начиная с которой сцена китайской истории будет значительно расширяться. Вторым из этих фундаментальных и продолжающихся процессов при династиях Шан и Джоу стало установление ориентиров для институтов, которым суждено было сохраниться до новейших времен. Среди них следует назвать разделение китайского общества, на владевшую землей элиту и простолюдинов. Хотя форма государства должна была глубоко измениться с появлением первых китайских империй, эти различия остались, наряду с укоренившимися образцами великих родов, вполне похожими на кланы, позже возникшие в Римской империи и в средневековой Европе. Существовала к тому же идея незыблемых моральных устоев и приличия, что должно было предотвращать крупные политические разногласия в китайской истории второго века до нашей эры, когда наступила очередь империи Цинь. К тому времени сошлись вместе идеология, общественная организация и культура, в результате чего возник Китай как общность народа и территории, представляющая в глазах стороннего наблюдателя прочное единство. Глава седьмая. Прочие миры древнего прошлого. Огромные области мира до сих пор едва удостоились упоминания в настоящем труде. При том, что Африке принадлежит приоритет в предании об эволюции и расселении по земле человечества, а переселении людей на территорию Австрал-Азии и Америки, заслуживает особого упоминания. Как только разговор заходит об этих давних событиях, начало истории отвлекает внимание исследователя от этих мест. Родиной созидательной культуры, во всех ее проявлениях, определившей возникновение цивилизации приблизительно в первом тысячелетии до нашей эры, стали Ближний Восток, бассейн Эгейского моря и Китай. Но для громадных пространств, не упоминавшихся авторам до сих пор, обращение к такой хронологии ничего не дает. Все дело в том, что ни в одном из остальных районов цивилизации, сопоставимой по уровню с цивилизациями знакомых нам Средиземноморья и Азии, к тысячным годам до нашей эры еще не существовало. Замечательные вещи к тому времени были сделаны в Западной Европе и в обеих Америках, но когда им дают должную оценку, то просматривается качественная пропасть между сложностью и ресурсами общественных объединений, представители которых их произвели, и человеческих сообществ древних цивилизаций, внутри которых формировались постоянные традиции. Фактически, интерес к древней истории этих областей заключается скорее в том, что они служат иллюстрацией многообразия путей, ведущих к цивилизации. И на этих путях возникает потребность в своеобразных методах преодоления всевозможных вызовов природы. При этом само наследие этих цивилизаций отходит на второй план. В одном или двух случаях есть повод возобновить спор относительно того, что представляет собой цивилизация. Но с точки зрения того периода, о котором до сих пор шла речь, рассказ об Африке, или Центральной Евразии, о народах Тихоокеанского бассейна, обеих Америк и Западной Европы, представляется совсем не историей, а все еще предысторией. Между ее ритмами и всем тем, что происходило на Ближнем Востоке или в Прибрежной Азии, даже когда существовали, как в случае с Африкой и Европой, но не Америками, контакты с ними, просматриваются либо совсем редкие совпадения, либо не наблюдается никаких совпадений. Уместно начать наше повествование с Африки, ведь там зарождалось человечество. Культура, возникшая в Африке, дала жизнь новой культуре в других частях света. Расселение человечества по планете очень долгий процесс. И можно полагать, что группы человекообразных существ, вышедших из Африки под влиянием нескольких неизвестных нам причин, приносили новые технические приемы и новые идеи другим себе подобным существам, когда приблизительно 50 тысяч лет назад они двинулись в Европу и в дальние пределы прибрежной Азии. Однако потом, в эпоху древнего палеолита и неолита, поток переселенцев устремляется в других направлениях. Многое еще произойдет в Африке, но период ее максимального влияния на остальную часть планеты давно закончился. Чем было вызвано переселение? Точно сказать мы не можем, но одним из первостепенных факторов следует назвать изменение климата. Совсем недавно, скажем, около 3000 года до н.э., на территории нынешней пустыни Сахара водились такие животные, как слоны и гиппопотамы. Еще удивительнее то, что здесь обитали народы, занимавшиеся стадным разведением коров, овец и коз. Сегодня Сахара считается самой быстрорастущей пустыней в мире. Но то, что теперь представляется безводной пустыней, когда-то выглядело плодородной саванной, рассеченной полноводными реками, стекавшими к Нигеру, а еще одна дренажная система протяженностью 1200 километров замыкалась озером Чад. Народы, обитавшие на холмах, с которых эти реки брали начало, оставили рассказы о своей жизни в виде наскальной живописи и гравюры, значительно отличающиеся от более ранней пещерной живописи Европы, в которой мало что запечатлено, кроме жизни животных, и лишь случайно появляется изображение человека. По этим рисункам можно к тому же предположить, что на территории Сахары тогда собирались африканские и средиземноморские народы, считающиеся одними из предков более поздних берберов и туарегов. Один из этих народов, похоже на лошадях и боевых колесницах, вышел из Триполи и, возможно, завоевал тех, кто занимался пастбищным разведением скота. Так все случилось или совсем иначе, но сам факт их присутствия, как и африканских народов Сахары, показывает, что растительность Африки была когда-то совсем не той, что в более поздние времена. Лошадей надо было где-то пасти, как бы там ни было, когда мы подходим к историческим временам, Сахара уже лишилась влаги, места проживания некогда преуспевающего народа оказались им оставлены, животные ушли, даже при том, что прибрежные ландшафты были намного просторнее и плодороднее, чем они выглядят сегодня. Поэтому, возможно, именно из-за климата мы возвращаемся к Египту, с которого начинается африканская история. Только созидательное влияние того же Египта в основном ограничивалось с пределами низкой долины. При всем потенциальном наличии контактов египтян с носителями другой культуры, отследить их не представляется возможным. Можно предположить, что ливийцы в египетских летописях — это тот самый народ, представители которого изображены с их колесницами в пещерных рисунках Сахары, но наверняка утверждать этого нельзя. Когда греческий историк Геродот в V веке до н.э. собрался написать об Африке, оказалось, что о жизни за пределами Египта сообщить ему читателям практически нечего. Африка, которую он назвал Ливией, в его представлении ограничивалась территорией долины Нила, который, по его мнению, нес свои воды на юг примерно параллельно Красному морю и потом поворачивал на запад. Южнее Нила, как он полагал, на востоке, лежала земля эфиопов, а на западе простиралась территория необитаемых пустынь. Информации о них он добыть не мог, зато из рассказов путешественников узнал о народе карликов, обладавшем ремеслом чародеев. С учетом имевшихся в его распоряжении источников информации, с топографической точки зрения, получается представление невежественного человека. Но Геродот ухватил всего лишь небольшую часть сложной картины. Эфиопы, как древние обитатели Верхнего Египта, относились к семье хамидских народов, в конце каменного века составлявших в Африке одну из групп, которую позже выделили антропологи. Остальные группы относят к предкам народа сан, в прошлом его часто называли бушменами, населявшим примерно открытые области, простирающиеся от юга Сахары до Кейпа, а группа Банту в конечном счете доминирует в центре, на востоке и в некоторых районах Южной Африки. Нам известно, что с доисторических времен Африка отличалась богатой мозаикой генетического разнообразия. Намного большего, чем в остальных уголках мира, до недавних волн миграции, судя по каменным орудиям, культуры, связанные с хамидскими и протохамидскими народами, во все времена выглядели самыми передовыми в Африке до того, как пришло время земледелия. Эволюция в Африке, за исключением Египта, шла медленно. Культуры охоты и собирательства доисторических времен сосуществовали с культурой земледелия до самых современных дней. Тот же самый рост, начинавшийся где угодно, когда продовольствия стали производить в достаточном количестве, в скором времени изменил структуру населения африканских племен, сначала обусловив уплотнение поселений Нийской долины, послужившее предварительным условием появления египетской цивилизации, а потом нарастив африканское население к югу от Сахары до самых лугопастбищных угодий, разделявших пустыню и экваториальный лес во втором и первом тысячелетиях до нашей эры. Похоже, именно так шло распространение земледелия с севера на юг Африки. К тому же так могло идти открытие ценных для питания зерновых культур, более подходящих для тропических условий и новых почв, чем пшеница и ячмень, пышно произраставшие в Нийской долине. К этим злакам относятся просо и рис саванн. Лесистые области нельзя было использовать до тех пор, пока не удалось обнаружить новые, подходящие для них растения, завезенные из Юго-Восточной Азии и, в конечном счете, из Америки. Все это произошло после библейского рождения Христа. Таким образом удалось установить одну из главных особенностей африканской истории – расхождение культурных тенденций в пределах соответствующего континента. К тому времени в Африку пришло железо, и вследствие этого началось первое освоение африканских рудных месторождений. Все происходило на территории первого после Египта африканского государства, сведениями о котором мы располагаем. Речь идет о царстве Куш, находившемся вверх по течению Нила, на территории нынешнего Судана. Там изначально проходила предельная граница деятельности египтян. После поглощения Нубии на территории данного суданского княжества, занимавшего территорию южнее, египтяне разместили свои гарнизоны. Но около тысячного года до нашей эры здесь возникает самостоятельное царство, несшее на себе глубокие родовые отметины египетской цивилизации. Вероятно, его населял народ хамидской группы, а столицей служил город Напата, стоявший у четвертого порога Нила. К 730 году до нашей эры царство Куш достаточно окрепло, чтобы подчинить себе Египет, и пять из его царей правили в качестве фараонов, известных по истории как двадцать пятая или эфиопская династия. Однако им не удалось предотвратить закат цивилизации Египта. Когда на Египет напали ассирийцы, к кушитской династии наступил конец. При том, что в царстве Куш продолжала существовать египетская цивилизация, фараон следующей династии все равно вторгся в Египет в начале шестого века до нашей эры. После этого кушиты тоже начали раздвигать свои границы дальше на юг, и при этом в их царстве произошло два важных изменения. Оно стало больше походить на африканское государство. В его языке и литературе отобразилось ослабление египетских тенденций, и его границы расширились настолько, что на новых территориях удалось обнаружить железную руду и топливо, необходимое для выплавки железа. Приемы выплавки железа кушиты позаимствовали у ассирийцев. Новая столица кушитов, в Мэро, превратилась в металлургический центр Африки. Железное оружие дало кушитан соответствующие преимущества над их соседями, а с помощью железных орудий удалось расширить площадь возделывания зерновых культур. На этой основе около трехсот лет процветала цивилизация в Судане, но этот период выходит за исторические рамки, рассматриваемые нами в данном разделе. Ясно, что история человечества в обеих Америках намного короче, чем в Африке или где-либо еще. Около двадцати тысяч лет назад, после того, как азиатские народы перешли в Северную Америку, они медленно, в течение нескольких тысяч лет, просачивались на юг. Следы пещерных людей в перуанских Андах датируются на целых пятнадцать тысяч лет ранее. Разные районы обеих Америк разительно отличаются с точки зрения климата и природы. В этой связи вряд ли стоит удивляться тому, что археологические находки свидетельствуют в пользу практически такого же разнообразия стиля жизни, основанного на богатых возможностях для охоты, собирательства и рыбной ловли. Чему учились американские племена друг у друга, нам узнать не дано. Бесспорно то, что представители некоторых из американских культур пришли к изобретению земледелия независимо от Старого Света. Разногласия возможны лишь по поводу точных сроков, когда это произошло, потому что, как ни парадоксально, мы располагаем богатыми сведениями о раннем культивировании растений, в то время как масштаб этого дела нельзя обоснованно назвать земледелием. Тем не менее, такое судьбоносное изменение произошло позже, чем в плодородном полумесяце. Кукурузу в Мексике начали возделывать около 2700 годов до нашей эры, но сорт, известный нам сегодня, был выведен в Центральной Америке к 2000 годам до нашей эры. Такого рода достижения обусловило образование крупных оседлых общин земледельцев. В более южных районах, примерно в то же время, начинают появляться картофель и маниока, еще один крахмалистый корнеплод. Также есть признаки того, что немного позже кукуруза распространилась на юг от Мексики. Вместе с тем изменения везде проходили постепенно. Говорить о какой-либо так называемой аграрной революции в обеих Америках, как о внезапном событии, еще менее правомерно, чем делать такие выводы относительно Ближнего Востока. Все же изобретение земледелия оказало влияние, которое можно назвать революционным. Сладкому картофелю ботату, культивирование которого началось на территории Мексики и Центральной Америки, суждено было распространиться по всему бассейну Тихого океана в качестве средства пропитания островных земледельческих общин за несколько веков до того, как на европейских галеонах колониальной эпохи его перевезли в Африку, бассейн Индийского океана и на Филиппины. Земледелие, деревни, ткачество и гончарные изделия появляются в Центральной Америке до наступления второго тысячелетия до нашей эры, и ближе к его завершению возникают изначальные подвижки в культуре, произведшие на свет первую признанную всеми учеными американскую цивилизацию. Речь идет об ольмекской культуре восточного побережья Мексиканского залива. Она сосредоточивалась, как представляется, вокруг важных обрядовых сооружений в виде огромных пирамид из утрамбованной земли. В этих местах обнаружена исполинская монументальная скульптура и фигурки из нефрита тонкой резьбы. Стиль этой работы нигде больше не встречается. Древние мастера ольмеков сосредоточивали свое внимание на изготовлении человеческих и напоминающих ягуара фигур, иногда их изображали вместе. На протяжении нескольких веков после 800-х годов до нашей эры этот стиль преобладал во всей Центральной Америке, вплоть до территории, теперь ставшей Сальвадором. Он появляется как-то сразу, без антицедентов или прообразов в болотистом лесистом районе, что затрудняет его объяснение с хозяйственной точки зрения. Все-таки нам не хватает знаний, чтобы объяснить, почему цивилизация, которая где бы то ни было потребовалась бы относительно просторная речная долина, в Америке смогла возникнуть на такой же, не подающей больших надежд почве. Признаки ольмекской цивилизации сохранились надолго, так как боги поле поздних ацтеков оказывались потомками богов ольмеков. Не исключено, что и древнейшие иероглифические системы Центральной Америки возникли во времена ольмеков, хотя первые сохранившиеся иероглифы этих систем датируются 400-ми годами до нашей эры, то есть на сто лет позже исчезновения ольмекской культуры. Нам неизвестно, почему или как это произошло. Гораздо дальше, на юг, в Перу, появляется культура под названием Чавин по имени известного места проведения обрядов и сохраняется немного дольше, чем цивилизация ольмеков на севере. Ее мастера тоже обладали высоким мастерством обработки камня. Она весьма энергично распространялась, но вдруг загадочно исчезла. В чем смысл этих первых рывков древних племен в сторону цивилизации, понять трудно. Какое бы значение для будущего они не представляли, эти скачки на тысячу лет вперед отставали от появления цивилизации в других частях света, независимо от возможных их причин. Когда спустя почти две тысячи лет после исчезновения культуры ольмеков испанцы высадились на морское побережье Нового Света, их встретили местные жители, все еще пользующиеся каменными орудиями. Эти испанцы, к тому же, обнаружат сложное общество и пережитки примитивных, достигшие настоящих чудес строительстве и организации, далеко превосходящие, например, все, что можно было увидеть в Африке после заката древнего Египта. Предельно ясным остается только то, что преемственности всем этим достижениям не существовало. Единственной другой территорией, где наблюдался поразительно высокий уровень в сфере обработки камня, была Западная Европа. Осознав данный факт, ряд энтузиастов потребовали признать этот регион еще одним местом зарождения древней цивилизации, как будто ее создатели оказались в положении своего рода угнетенного класса, нуждающегося в исторической реабилитации. Европа уже упоминалась в качестве поставщика металлов на древний Ближний Восток. Надо признать, все, что мы теперь находим интересным, происходило там в доисторические времена, но не представляется слишком волнующим или поразительным. Во всемирной истории доисторическая Европа имела разве что показательное значение. Для великих цивилизаций, возвышившихся и переживших крах в долинах рек Ближнего Востока, Европа, по большому счету, была бесполезной. Внешний мир накладывал на нее отпечаток, но европейское влияние на процесс исторических перемен было косвенным и эпизодическим. Параллель тут можно провести с Африкой более позднего периода, интересную саму по себе, но не с точки зрения какого-то особого или позитивного вклада во всемирную историю. Пройдет еще очень много времени, прежде чем люди окажутся в состоянии осознать существование географического, не говоря уже о культурном, единства, присущего Европе более поздних времен. Для народов древнего мира северные земли, откуда пришли варвары до того момента, когда они появились в Афракии, никакого интереса не представляли. Практически все варвары, предположительно, пришли издалека, с востока. Северо-западные внутренние районы представляли интерес только потому, что там можно было добыть сырьевые товары, необходимые для цивилизованных жителей Азии и бассейна Эгейского моря. Таким образом, подробно останавливаться на доисторической Европе нет смысла. Но ради общего развития любезного читателя не помешает отметить следующее. Нам нужно различать две разные Европы. Одна из них находится на Средиземноморских побережьях с населяющими их народами. Ее сухопутная граница проходит приблизительно по линии, обозначающей территорию возделывания маслин. К югу от этой линии грамотная, урбанизированная цивилизация возникает весьма скоро, как только наступает Железный век, и можно предположить, после прямого контакта с жителями областей, находящихся на более передовом этапе эволюции. К 800 году до н.э. жители побережья Западного Средиземноморья уже наладили постоянное общение с народами Востока. Европа к северу и западу от этой линии представляла собой иную картину. В древности никакой грамоты на той территории не существовало, и только завоеватели позже навязали ее тамошним диким племенам. Они долго сопротивлялись культурному влиянию с юга и востока Европы, по крайней мере относились к ней без особой благосклонности, и на протяжении двух тысяч лет в этом выражалось их отношение к соседям, а не упрямство как таковое. Роль грамоты нельзя назвать полностью пассивной. Переселение народов, движение природных ресурсов и заимствование навыков постоянно из-под влияло на события, причем повсеместно. Но в тысячных годах до н.э. или даже в начале христианской эры народам Европы мало что было предложить миру из собственных достижений, кроме своих полезных ископаемых. Ничего ценного в области развития культуры на уровне народов Ближнего Востока, Индии или Китая у них не было. Эпоха Европы еще не наступила. Ее цивилизации суждено появиться последней в нашем мире. И дело не в отсутствии нужного природного таланта у населения европейского континента. Оно расположилось на несоразмерно большой по мировым стандартам территории, подходящей для хозяйственного освоения. Было бы удивительно, если данный фактор неблагоприятным образом сказался на развитии земледелия в древности, но результаты археологических исследований подтверждают именно такой исход. Относительная легкость примитивного земледелия в Европе могла оказывать отрицательный эффект на эволюцию общества. В долинах Великих рек люди должны были заниматься коллективным трудом, иначе не удавалось справиться с орошением и возделыванием плодородных почв ради собственного выживания, в то время как на большей части территории Европы каждая отдельная семья имела возможность прокормиться самостоятельно. Нет никакой необходимости заводить нелепые разговоры о происхождении западного индивидуализма, в котором кроется нечто отличительное для европейца и потенциально очень важное. Теперь ученые пришли к единому мнению относительно того, что и земледелие, и выплавка меди, как самая ранняя форма металлургии, пришли в Европу и распространились по всей ее территории из Анатолии и из Ближнего Востока. В Фессалии и на севере Греции земледельческие общины существовали после семитысячных годов до нашей эры, к пятитысячным годам до нашей эры они появились уже намного западнее, в Северной Франции и Нидерландах, и чуть позже возникли на Британских островах. Главными маршрутами распространения земледельческих общин служили Балканы и долины их рек, но одновременно земледелием занялись жители Средиземноморских островов и побережий Южной Европы, простиравшихся на запад до самой Андалусии, к четырехтысячным годам до нашей эры производством меди занялись на Балканах. Трудно себе представить, что выплавка меди и земледелие появились среди европейцев спонтанно, хотя они быстро научились подражать другим народам, которые в качестве переселенцев принесли эти навыки с собой. Тем не менее, европейцам потребовалось несколько тысяч лет, чтобы приобрести основные хлебные злаки с Ближнего Востока. Большую часть северо-западной и западной территории Европы около трехтысячных годов до нашей эры населяли народы, иногда называвшиеся западными Средиземноморцами, которых на протяжении третьего тысячелетия с Востока постепенно теснили другие народы. Приблизительно к 1800 годам до нашей эры возникавшие культуры дробились вполне отчетливо для нас, чтобы выделить среди них предков кельтов, представляющихся самым важным из доисторических европейских народов. Они создали общество воинов, а не тех же торговцев или старателей. Кельты пользовались колесным транспортом. Одна предприимчивая группа кельтов достигла британских островов. Не стихают жаркие споры по поводу того, насколько далеко могло зайти кельтское влияние, но мы вряд ли сильно поступим соистинно, если предположим, что около 1800 годов до нашей эры произошел раздел Европы между тремя группами народов. Предки кельтов тогда заселили большую часть современной Франции, Германию, Бенилюкс и Верхнюю Австрию, к востоку от них лежали земли будущих славян, а на севере, в Скандинавии, обитали будущие тефтонские, древнегерманские племена. За пределами Европы, в Северной Скандинавии и Северной России жили финны, не принадлежавшие к индоевропейской группе народов. Помимо Балкан и Фракии, переселение этих народов повлияло на более древние центры цивилизации только в той степени, в какой затронуло доступ к ресурсам областей, в которых они поселились. Прежде всего, дело касалось освоения месторождений полезных ископаемых и развития навыков. По мере повышения потребностей ближневосточных цивилизаций росла роль той же Европы. После появления первых центров металлургии на Балканах, к 2000 годам до нашей эры началось развитие районов Южной Испании, Греции, бассейна Эгейского моря и Центральной Италии. В конце бронзового века металлообработка вышла на передовые позиции даже в тех местах, где никаких местных месторождений руды не было. Мы видим один из самых ранних примеров появления опорных экономических зон, основанных на обладании соответствующими ресурсами. Потребность в меди и олове обусловила проникновение судовождения в прибрежную зону и на реки Европы, потому что сырьевые товары пользовались спросом, а их не очень богатое месторождение находились только на Ближнем Востоке. Европа служила крупным изначальным производителем древнего металлургического мира, а также основным изготовителем товаров из металла. Обработка металлов велась на высоком уровне, и мастера изготавливали красивые изделия задолго до появления этого ремесла в бассейне Эгейского моря. Но это не повод отрицать благоговение перед материальными факторами в истории по сравнению с такими умениями даже в сочетании с увеличением поставки металла вслед за обвалом меккенского спроса. Металлообработка не освобождает европейскую культуру от достижения полноценной и сложной цивилизации. Древние европейцы владели еще одним видом искусства, воплотившимся в тысячах мегалитических памятников, представленных на обширном пространстве вдоль широкой дуги от Мальты, Сардинии и Корсики, пересекающей Испанию и Британь с выходом на Британские острова и Скандинавию. Они не специфичны для Европы, но здесь их насчитывается больше, чем на других континентах, и сооружены они явно раньше, некоторые в пятом тысячелетии до нашей эры. Мегалит в переводе с греческого означает «большой камень», и многие использованные для этих сооружений камни на самом деле велики по размеру. Некоторые из этих мегалитов представляют собой захоронения, снабженные крышей и панелями из камня. Некоторые – поддельно стоящие камни или группы камней. Одни выложены в определенном порядке, простираясь на несколько километров по полям. Другие замыкают небольшие площадки в виде рощи деревьев. Лучше всего сохранившееся и поразительное мегалитическое сооружение находится в Стоунхендже на юге Англии. Создание его, как теперь считается, заняло приблизительно 900 лет и завершилось около 2100 годов до нашей эры. То, как изначально выглядели такие сооружения, трудно себе представить. Их современная лаконичность и дошедшее до нас великолепие – обманчивы. На помпезные места человеческого прибежища в их нынешнем виде эти мегалиты не похожи. Эти огромные камни люди должны были покрывать охрой и кровью или завешивать шкурами с предметами фетиша. Скорее, они могли служить опорой для тотема, чем торжественными мрачными сооружениями, какими предстают перед нами сегодня. Для чего затрачены были такие огромные усилия, кроме как для захоронений, судить трудно, хотя существует мнение о том, что они служили гигантскими часами или просторными солнечными обсерваториями, ориентированными на восход и закат нашего светила, а также на Луну и звезды, находящиеся в главных позициях астрономического года. В основе такого тщательного построения лежало внимательное наблюдение за невосклоном, пусть даже оно проигрывает в деталях достижениям астрономов Вавилона и Египта. Эти реликвии служат свидетельством огромного сосредоточения народа и доводом в пользу высокоразвитой организации общества. В постройке Стоунхенджа находим несколько блоков, весящих приблизительно по 50 тонн, и прежде чем установить на место, эти блоки необходимо было доставить на расстояние 30 километров. В той же постройке насчитывается еще 80 блоков по 5 тонн, которые доставили с гор Уэльса, расположенных на удалении 240 километров. Народы, которые возвели Стоунхендж без помощи колесных транспортных средств, как и те, кто построили тщательно сориентированные захоронения Ирландии, выставили ряды стоячих камней Британии или соорудили дольмены Дании, тем самым проявили способность к выполнению работ одного масштаба с сооружениями Древнего Египта. Хотя без их тонкой доводки или каких-либо форм записи своих целей и намерений, возведение таких громадных сооружений, навыки к такому делу, наряду с самим фактом расположения монументов на коротком расстоянии от моря, позволяют предположить влияние бродячих каменщиков с востока, возможно, с Крита, Микен или Кекладов, где мастера владели способами отделки и обработки таких масс с камня. Но благодаря последним достижениям в датировании пришлось отказаться от правдоподобной гипотезы. Мегалиты соорудили в Британии и Западной Иберии приблизительно в 4800-х, 4000-х годах до н.э., когда каких-либо крупных объектов в Средиземноморье или на Ближнем Востоке еще не имелось. Постройку Стоунхенджа могли завершить к Микенским временам. Могилы в Испании и Британии появились до египетских пирамид, а таинственные храмы Мальты с их огромными резными блоками строительного камня находились там ранее 3000-го года до н.э. Не приходится считать эти монументы явлением какого-то процесса распределения или атлантическим феноменом. Они могут быть достижением четырех или пяти более или менее обособленных культур относительно малочисленных и примитивных земледельческих сообществ, находившихся в контакте друг с другом, а побуждения и поводы для возведения монументов могли быть очень разными. Как земледелие и металлургия, строительство и архитектура доисторической Европы возникли независимо от внешнего мира. При всех значительных достижениях европейцы древних времен выглядят странно пассивным и податливым, когда наконец-то вступают в регулярный контакт с передовой цивилизацией. Их сомнения и неуверенность напоминают поведение других народов, знакомящихся с технически передовыми обществами в более поздние времена, например, африканцев XVIII века. Но в любом случае регулярные контакты начались лишь незадолго до наступления христианской эры. До того времени европейские народы тратили энергию на покорение природы, которая, следует заметить, не сильно сопротивлялась и вполне удовлетворяла их скромные потребности при внедрении железа для полного освоения ее потенциала. Выйдя на более передовые уровни эволюции, чем их современники в Америке или на африканском юге Нийской долины, европейцы так и не достигли ступени урбанизации. Их величайшие достижения в области культуры были декоративными и техническими. Со своей металлургией древние европейцы в лучшем случае обслуживали потребности других цивилизаций. Сверх того, они предоставляли только товары, которым присвоят статус цивилизации несколько позже. Только одной группе западных варваров удалось сделать более позитивный вклад в свое будущее. Обитавший к югу от оливкового пояса народ центральной Италии железного века уже установил в течение седьмого века до нашей эры торговые связи с греками, жившими еще дальше на юге Италии, и с Финикией. Мы называем их представителями культуры Вилановы, по одному из стойбищ, где они жили. На протяжении следующих двухсот лет они позаимствовали греческое письмо для записи собственного языка. К тому времени они объединились в города-государства и создавали произведения искусства высокого качества. То были этруски. Один из их городов-государств вскоре получит известность как Рим. Глава восьмая. Преобразование. О том, что происходило в Индии и Китае, а также о важности свершений для будущего человечества правители Средиземноморских и Ближневосточных народов мало что могли знать. Кое-кто из них, под впечатлением рассказов купцов, мог составить смутное представление о дикой северной и северо-западной Европе, о жизни по ту сторону пустыни Сахара и о существовании Америки, они не знали вообще ничего. Тем не менее, в первом тысячелетии до нашей эры их миру предстояло стремительно раздаться в стороны. И одновременно этому миру пришлось обрести некое единство, так как в силу интеграционных тенденций связи внутри его становились сложнее и полезнее. Мир, состоявший из нескольких прекрасно отличимых друг от друга практически независимых цивилизаций, уступал место цивилизации, где все растущие области пользовались одними и теми же достижениями, грамотой, передовым государственным управлением, передовой техникой, упорядоченной религией, городской жизнью. Причем под их влиянием цивилизация менялась все быстрее из-за активизации взаимного проникновения различных традиций. Такое влияние нашло воплощение не в одних только произведениях искусства и гипотетических представлениях, но и весьма приземленных понятиях. Все дело кроется не только в великом, но и в мелочах. На ногах огромных статуй в Абу-Симбеле, что в 110 километрах вверх по течению Нила, греческие наемники египетской армии в VI веке вырезают письмена с сообщением о своей гордости тем, что они добрались до таких отдаленных мест. А 2500 лет спустя солдаты полков английского графства оставят свои имена на скалах перевала Хайбер. Протянуть четкую хронологическую линию в таком постоянно усложняющемся мире не получается. Если она вообще существует, то мы уже несколько раз ее пересекали, прежде чем нам удалось приблизиться к заре классической эпохи Запада. Военная и экономическая напористость народов Месопотамии и их преемников, переселение индоевропейских племен, обнаружение железа и распространение грамоты полностью перепутали некогда ясные шаблоны развития Ближнего Востока задолго до появления средиземноморской цивилизации, послужившей матрицей для европейцев. Как бы то ни было, но не оставляет ощущения того, что главную границу мы прошли еще в первом тысячелетии до нашей эры, и там ее следует искать. Величайшие сдвиги, вызванные Волкервандеррунг, великим переселением народов, на Древнем Ближнем Востоке к тому времени завершились. Образцы поведения, сложившиеся там в конце бронзового века, подвергались постоянным усовершенствованиям в местном масштабе, через заселение пришлыми народами и завоевание, но не в результате еще одной тысячи лет прихода и ухода масс народа. Политические структуры, оставленные нам в наследство от старины, послужат рычагами в последующей эпохе всемирной истории, на пространстве, простиравшемся от Гибралтара до Инда. Цивилизации внутри этой области суждено стать пространством для взаимодействия народов, заимствования передовых достижений и распространения космополитизма. Рамки для этого предстоит задать великими политическими переменами середины первого тысячелетия до нашей эры, возвышением новой империи в лице Персии и окончательным крушением египетской и вавилонско-ассирийской традиций. Проще всего подводить итог судьбе Египта, так как его летописи содержат в основном свидетельство упадка. Описанный в них процесс назвали анахронизмом бронзового века в мире неуклонно обновлявшемся. И его судьбу вполне можно объяснить неспособностью египтян к переменам или приспособлению к ним. Египет выстоял в результате первых нападений народов, уже пользовавшихся железом, и отразил нападки так называемых народов моря в самом начале эпохи смятения. Но больше великих свершений на долю нового царства так и не выпало. Впоследствии наблюдались исключительно признаки истощения инерции движения вперед. У себя дома цари и жрецы занимались спором о принадлежности власти, а в это время от их сузеранитета за пределами египетских границ осталась одна только тень. За периодом соперничающих династий на короткое время последовало воссоединение империи, когда египетская армия снова отправилась в Палестину, но к концу восьмого века в Египте утвердилась династия захватчиков-кушитов. В 671 году до нашей эры из Нижнего Египта их выбили ассирийцы, а Шурбани Пал взял штурмом Фивы. После одрехления ассирийской державы снова наступил период иллюзорной египетской так называемой независимости. К этому времени свидетельство появления нового мира, которому Египет должен был пойти на больше, чем просто политические уступки, можно увидеть в учреждении школы для греческих переводчиков и греческого торгового анклава с особыми привилегиями в Навкратисе, выросшем в дельте Нила. Потом Египет потерпел поражение сначала от отрядов Навуходоносора 588 год до нашей эры, а 60 лет спустя от персов 525 год до нашей эры, и его превратили в провинцию империи, которой предстояло устанавливать границы нового государственного объединения, и она на протяжении многих веков будет оспаривать мировое господство с новыми державами, появлявшимися в Средиземноморье. Но говорить о полной утрате Египтом независимости было еще рано. Правда, с IV века до нашей эры и до XX века нашей эры им правили иноземцы или династии переселенцев. Таким образом, Египет уходит из поля зрения историков как самостоятельная нация. Последние всплески египетского возрождения продемонстрировали слабую врожденную живучесть. За временным ослаблением натиска на Египет всегда в конечном счете следовало возобновление натиска извне. Угроза со стороны Персии была последней из них и фатальной. Снова отправной точкой послужило переселение народов. На высоком плато, расположенном в сердце современного Ирана, поселения человека существовали уже в пятитысячных годах до нашей эры, а слово «Иран», появившееся около шестисотых годов нашей эры, в его древнейшей форме означает «земля арийцев». Около тысячных годов до нашей эры с нашествием арийских племен, надвигавшихся с севера, как раз и начинается история Персидской империи. В Иране, как раньше в Индии, арийцам предстояло основать жизнестойкие традиции. Два их особенно энергичных и сильных племени вошли в историю западных районов под библейскими именами Мидиане и Персы. Мидиане двинулись на запад и северо-запад в Мидию. Их Великий век наступил в начале шестого века после низвержения ими своих соседей ассирийцев, персы пошли на юг к побережью Персидского залива и утвердились в Хузистане, на краю долины реки Тигр и в древнем царстве Элам и Фарсе. Так появилась Персия древности. В устной традиции сохраняется предание о легендарных царях, ценное скорее тем, что проливает свет на позднее отношение персов к монархии, а не на историю. Как бы то ни было, но от персидской династии Ахаменидов происходит первый царь объединенной Персии, каким бы устаревшим ни казался этот термин. Им был покоритель Вавилона царь Кир. В 549 году до нашей эры он усмирил последнего независимого царя Мидии и с тех пор границы завоеваний начали выходить за пределы царства, поглотили Вавилон и двинулись на Малую Азию к морю, спускаясь к Сирии и Палестине. Только на востоке, где он сложил голову в схватке со скифами, у Кира появились сложности с определением своих границ, хотя он преодолел Гиндукуш и установил своего рода господство над областью Гандахара, расположенной к северу от реки Джелам. Так появилась крупнейшая империя, существовавшая когда-либо прежде. По сути своей она отличалась от предшественников. Дикость ассирийцев больше вроде бы не бросалась в глаза. По крайней мере в официальном искусстве жестокость уже не представлялась благом и Кир Великой старался уважать установления и привычки своих новых подданных. В результате у него появилась многоликая империя, которая славилась большой военной мощью и преданностью монарху, недостающей ее предшественницам. Следует отметить некоторые духовные признаки такой империи. Помазание Кира Великого на Вавилонский престол состоялось после ритуального одобрения Мардука, а в Иерусалиме он распорядился восстановить тамошний храм. Один еврейский пророк увидел в его победах волю Божью, назвал Кира помазанником Господним и порадовался судьбе старого врага евреев в лице Вавилона. Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Исайя глава сорок седьмая стих тринадцатый Своим успехом Кир Великий во многом был обязан имеющимся в его распоряжении материальным ресурсам царства. Оно было богато полезными ископаемыми, прежде всего железом, а на высокогорных пастбищах долин выгуливались огромные табуны лошадей, для которых хватало наездников. И все-таки невозможно устоять перед соблазном сделать заключение о решающем значении личных талантов правителя. Кир Великой остается исторической фигурой всемирного значения, признанной остальными потенциальными завоевателями, стремившимися в последующие несколько веков сравняться с ним. Фундаментом его власти служили губернаторы провинции, ставшие прародителями поздних персидских сатрапов. Они потребовали от жителей подданных Киру областей чуть больше обычной дани, золота, шедшего на пополнение казны Персии и повиновения. Так началась империя, которая, пусть даже с многочисленными неудачами, на протяжении без малого двух веков составляла каркас Ближнего Востока, сохраняя великую культурную традицию, выросшую на ресурсах поступающих и из Азии, и из Европы. Под властью этой империи жители обширных территорий на протяжении веков не знали ужасов войны, и в целом эту цивилизацию можно назвать во многих отношениях роскошной и благородной. Геродот поведал грекам о том, что персы любили цветы, и появлением такого украшения нашей жизни, как тюльпан, мы обязаны им. Можно легко обойтись без многих вещей в нашей жизни, но тюльпана жаль. Сын Кира добавил к своей империи Египет, но скончался прежде, чем у него дошли руки до претендента на престол, поползновение которого поощрали медяне и вавилоняне, стремившиеся вернуть свою независимость. Наследие Кира Великого восстановил молодой человек, претендовавший на ахменицкое происхождение по имени Дарий. Дарию, правящему с 522 по 486 годы до нашей эры, не удалось добиться всего, что он хотел, но по своим свершениям он ничуть не уступал Киру. Дарий сам составил текст для монумента с перечислением побед над мятежниками, и ему можно верить. Я, Дарий, царь великий, царь царей, царь многоплеменных стран, царь этой земли великой, далеко простирающейся, сын Виштаспы, Ахамянит, Перс, сын Перса, ариец из арийского рода. Так самонадеянно представился он потомкам. На востоке границы его империи еще глубже вторглись в долину Инда. На западе они продвинулись к Македонии, хотя там Персов остановили, а вот на севере Дарию не удалось точно так же, как Киру до него заметно потеснить непокорных шкифов. Внутри империи он проделал замечательную работу по укреплению своей власти. Официальное оформление получило децентрализация государства с подразделением империи на 20 провинций, в каждую из которых он посадил по персу сатрапу в звании августейшего князя или великого вельможи. Их деятельность контролировали императорские надзиратели, а правительственное управление сатрапами осуществляло ведомство императорского секретариата, функции которого входило ведение переписки сатрапиями. Причем административным стал древний арамейский язык межэтнического общения ассирийской империи. Этот язык получилось прекрасно приспособить к ведению государственных дел, так как в основе его письменности лежала не клинопись, а финикийский алфавит. Бюрократический аппарат опирался теперь на невиданное до сих пор средство связи и общения, ведь львиная доля податей сатрапий тратилась на строительство дорог. При самом благоприятном раскладе гонцы с депешами могли преодолевать по таким дорогам до 320 километров в день. Памятником достижениям императора Дария могла бы послужить и великая новая столица в Персеполе, где сам Дарий нашел последнее пристанище в усыпальнице, вырубленной в отвесном склоне утеса. Задуманное как колоссальное сооружение в честь великого царя гробница Дария до сих пор производит величественное впечатление, пусть даже кому-то она кажется помпезной. Персеполь в конечном счете превратился в плод коллективного творчества. Последующие цари добавили к нему свои дворцы, воплотив в этом городе многоликость и космополитизм своей империи. Ассирийские колоссцы быки с головой человека и львы охраняли его ворота, как это делали такие же скульптуры Ниневии. По его лестницам маршировали каменные войны, груженные данью. Они выглядели намного живее, чем механистичное единообразное извояние сирийцев ранней культуры. Декоративные колонны напоминают египетские, но только потому, что по Иоанническому морю вместе с резчиками по камню и скульпторами сюда доставляли египетский стиль. Греческие детали убранства обнаруживаются в барельефах и художественном оформлении. К тому же отголоски этого стиля можно найти в царских захоронениях, расположенных неподалеку. По своему замыслу они напоминают сооружения в долине царей, в то время как их крестообразные входы, местное изобретение, собственный склеп Кира в Пасаргадах тоже отмечен греческим узором. Нарождался совсем новый мир. Во всех этих монументах нашли наглядное воплощение, многоликость и терпимость носителей персидской культуры. Она всегда легко впитывала внешние традиции, и эта особенность сохранится надолго. В Персии не только прижился язык тех, кого завоевали персы, но к тому же, пусть не всегда, их представление. Ведическая и персидская религии сплавились в Ганхаре, где стоял индийский город, названный греками Таксила, но носителями обоих верований, разумеется, были арийцы. В сетцевине персидской религии лежало жертвоприношение, а внимание сосредоточилось на огне. К эпохе Дария самый рафинированный из ее культов эволюционировал в религию, называемую зороастризмом или дуалистической религией, призванной решить проблему зла с точки зрения борьбы добра с богом порока. О пророке Заратуштри нам известно очень мало, но представляется, что он учил своих последователей поддерживать дело бога света своим ритуальным и высоконравственным поведением, обещалось мессианское избавление, воскрешение мертвых и вечная жизнь после судного дня. Такое вероучение стремительно охватило население всей Западной Азии, находившееся под властью персов, даже при том, что могло оставаться всего лишь культом меньшинства. Оно сыграло свою роль в становлении иудаизма и восточных культов, у него позаимствуют положение христианства. Ангелы христианской традиции и понятия адского огня, который ждал грешника, пришли от Заратуштры. Говорить о взаимодействии Азии и Европы пока еще слишком рано, но все равно можно привести несколько поразительных примеров взаимного влияния, которым отмечается конец Древнего мира. У нас появляется возможность пометить эпоху. Население всего Старого Света персы обогатили общим практическим опытом. Индийцами, медянами, вавилонинами, лидийцами, греками, евреями, финикийцами и египтянами, впервые правили в составе единой империи, эклектизм который показал, насколько далеко уже зашла цивилизация. Эпохи цивилизации, воплощенные в определенных исторических субъектах, на Ближнем Востоке наступил конец. Слишком многое стало общим, слишком много слилось в прямых преемниках первых цивилизаций, чтобы дальше служить строительными блоками всемирной истории. Индийские наемники воевали в составе персидских армий, греки воевали на стороне армий Египта, стиль городской жизни и грамота широко разошлись по всему Ближнему Востоку, люди жили в городах, рассеянных по большей части территории Средиземноморья, приемы земледелия и металлургии распространились за пределы данного района планеты, им предстояло распространяться еще шире, поскольку Ахемениды передавали навыки орошения Вавилона в Центральную Азию и привезли рис из Индии для его возделывания на Ближнем Востоке. Когда азиатские греки созреют для перехода на денежное обращение, в его основу положат шестидесятиричное исчисление Вавилона, база для будущей мировой цивилизации находилась в процессе созидания. Продолжение следует...